дорогие друзья всем добрый день надеюсь меня сегодня хорошо слышно и скоро будет хорошо видно так сейчас проверим связь напишите пожалуйста в чате как меня вообще слышно и слышно ли итак сегодня у нас с вами хоть и не юбилейные но вполне такой себе интересный 21 турнир про шашки арена на лидравце сегодня я выхожу прямой эфир буду играть буду комментировать вместе с вами то что происходит на доске если у вас будут какие-то вопросы вы задавайте присылайте в чат трансляции я постараюсь на них ответить целом мы уже не встречались с 4 октября то есть это больше месяца да я успел соскучиться по прямым эфиром может быть вы соскучились по стримам лею такое себе надежду сегодня будет надеюсь интересно вообще сегодня интересный день сегодня помимо нашего соревнования нашего турнира 21 прошашки арена на лидравц также планируется турнир посвященный памяти green груза там большая большая у ребят программа всем привет надеюсь меня также хорошо теперь и видно я сегодня выхожу в эфир из своего офиса надеюсь здесь связь неплохая и у нас не будет никаких накладок сегодня как иногда это случается значит у нас спонсоры наши так сказать трансляции это шашные доски grossboard если кто-то еще не знает о них пожалуйста зайдите на сайт grossboard точка ру посмотрите эти доски и выберите себе которые необходимы есть 40 на 40 это идеальная доска для игры в шашки на 64-клеточной доске эльбрусский например португальский итальянский и чекерс какие хотите с другой стороны разумеется там 100 клеточная доска и также есть доска 45 на 45 она побольше она идеально подходит для 100 клеток для русских шашек и для шахмат ну и плюс ко всему прочим мы не очень давно запустили выпуск демонстрационных досок который клеится на не клеится держится на магнитной основе на школьных досках либо на флипчартах очень удобно в трубочку свернул отнес в другое место похоронил в тубусе потом принес и обратно можно вешать и заниматься очень удобно для шашек и для шахмат у нас сегодня также напомню что генезис школа шашек и одноименный телеграм-канал заходите решать позиции получаете удовольствие в общем вместе с генезисом так тем кто хочет поддержать проект ли драфт в нашей трансляции есть специальная ссылка для того чтобы помочь сейчас я ее обновлю эту ссылку она будет более актуальной дело в том что платформа ли драфт развивается энтузиастами то есть это ряд простых обычных любителей шашек с голландии франции украины россия это не коммерческий проект но и на юрго развития люди просто тратят свое свободное личное время да чтобы было красивый продукт чтобы вы получали удовольствие от пребывания на ли драфт чтобы было вам комфортно однако требуется иногда покупка некоторого оборудования вот например сейчас сейчас мы кстати говоря посмотрим наверное уже мы зайдем мы на ли драфт на сам один момент так наверно уже можно на ли драфт заходить да так осталось уже до начала минуты 16 минут 15 но я даже если не сначала войду в игру ничего страшного и потом всех нагоню как вы знаете так вот если возвращаясь к разработке ли драфт иногда потребуется покупка дорогостоящего оборудования вот сейчас разработчики занялись очень важным делом вообще очень важным делом это разработка электронных досок для шашек для русских шашек ну не секрет что ее существуют такие для шахмат компания джт делает голландская такие же были доски у них для 100 клеток я не знаю сейчас выпускаются они или нет но для русских шашек никогда не было подобного оборудования и ребята занялись разработкой этого этого программного обеспечения на самом деле это очень все непросто ведь для этого нужна доска на которую нужно купить это ну на всякий случай около 450 500 евро стоит такая доска очень недешево да и и надо купить и надо разобрать на запчасти надо посмотреть что как действует как куда что применить то еще после этого нужно разработать программное обеспечение для электронных досок то есть это большой труд на самом деле да и стоит безусловно немалых денег и если есть возможность дорогие друзья вот сейчас вы можете например видеть наши виджет соответственно и за донатить сумму любую как вы только можете на развитие платформы ли драфс так сейчас процессе игры я пока еще не начал играть сейчас мы в процессе игры поменяем ссылку меня на старом него только сейчас прислали новую ссылку для донатов сейчас моя с вами собственно говоря и свежим так турнире у нас принимает участие на данный момент 48 человек 100 стартовала до посмотрим уже кто-то и очки он даже первые набрал так один момент кстати говоря есть определенный у некоторых ребят скепсис по поводу того что шашисты могут сами себя финансово поддерживать и каким-либо образом самостоятельно развивать наш вид спорта хотелось бы конечно это тезис опровергнуть я тем более делал опрос на эту тему как вы наверно знаете те особенно кто подписан на канал про шашки в телеграме опрос делал готовы ли финансово поддерживать некие любые шашечные проекты наши шашисты 30 процентов сказали что не дадут ни копейки на это потому что а чё процесс они сами идут они никуда и без нас типа не денутся но все-таки существует целых 70 процентов людей которые готовы финансово поддерживать любые проекты из них 50 процентов периодически да насколько это возможно и еще процентов получается 20 которые на регулярной основе готовы жертвовать хоть сколько-то денег это на самом деле очень здорово ребят вы должны понимать что помните как говорил остав бендер произведение 12 улев спасение утопающих дело рук самих утопающих это на самом деле так на самом деле так по-другому к сожалению не придумано это раньше мы надеялись там на государство надеялись на каких-то добрых спонсоров которые вдруг придут и не за того всего дадут деньги да а с чего бы они вдруг пришли для это для того чтобы пришли спонсоры нужно сделать классный замечательный продукт сначала нам самим и вот когда этот проект будет осуществлен когда продукт будет красивый да то соответственно и спонсоры сами подтянутся то есть не бывает просто так чтобы до пустоту пришел какой-то добрый человек с кучей денег так достал бросил котлету долларов и сказал ребята развивайтесь такого не бывает к сожалению не бывает пока еще на доброго волшебника мы будем надеяться а сами будем не плашать это развитие шашек зависит только от нас самих есть там 10 рублей лишние давайте задонатим есть лишние 100 рублей давайте задонатим там у кого у всех своя возможность на самом деле здесь любой вклад до любая лепта очень будет важна самое главное понять что мы всем миром делаем одно общее дело сейчас мы с вами уже турнир запускаем то есть это запустился я имею ввиду что я себя в турнир сейчас запускаю буквально через минутку сейчас только тут ссылка свяжу немножечко на на youtube тонарселяция один момент сколько у нас участников то уже 49 чуть побольше но я напомню что в лучшие времена у нас с вами было и больше ста это нормально я считаю если у нас сегодня получится также много тоже будет здорово но если не будет столько так ну как бы ладно ничего страшного так ну что пора пожалуй так участвовать так один момент где у нас тут наши сюда прошу прощения так чувствовать 50 участников уже юбилейное число много интересных достойных людей играет в турнире мастера но я думаю что те кто участвует в турнире памяти грин груза он начнется вечером 18 часов я сейчас вот сообщил вам дополнительную информацию владимир галец написал информацию об этом сейчас один момент я точно скажу вам очень большая программа посвященная значит онлайн турнир памяти грин груза молодцы кто такой грин груз да вот так чё пора уже прошу прощения тут немножко под заснул вот так так отвлекся ой а зачем же я нажал это берсерк то я же сегодня хотел без берсерка играть у меня тем более мышка не слушается так ладно я несколько турниров играл без онлайн трансляции потому что не было возможности да там в начале сделать и целом ну мне хватало играть не комментируя играть без без добавления времени как будет сейчас даже просто не знаю давайте хватит не хватит не знаю мой соперник тоже играет берсерком ну что такое берсерки я думаю объяснять никому не нужно все уже достаточно опытные спортсмены на всякий случай поясню тем кто может быть трансляцию не смотрел никогда или дрался или не знает что это такая фишка существует это это очень интересное изобретение вот самого или драться и или чеса я так понимаю так что я могу поставить рожна обратите внимание поставить могу он мне нужен или не нужен вот в чем вопрос да наверное он мне ничего не даст поэтому я пойду так может быть напрасно это сделал конечно может быть напрасно там похоже темпа не хватает мне для окружения ого что это такой вход это удар блестяще что ж ты не подцепляешься так надо бежать со всеми со всех ног как говорится бежать надо убегая предлагаю ничего вернуться к турниру я конечно же буду играть без берсерка потому что полторы минуты на парте мне абсолютно не хватит очень мало и ничего не успею не сам сообразить не рассказать поэтому конечно я буду играть 3 плюс 2 обычный контроль совершенно моим соперником был тимофей проскурин очень молодой но очень уже перспективный парень который много турниров выиграл и на гамблеры и на бедра все так что учитывая малое количество времени кстати говоря даю должное такту у тимофея некоторые некоторые в таких случаях очень любят рубить флаги конечно это горчительно но это как бы часть игры ничего потому что особенного нет но когда в доску ничейные позиции конечно нет никакого абсолютно смысла рубить так ярослав ярослав играет ярослав из россии так смотрите у белых центральная позиция да но скажем так есть некоторое некоторое переразвитие могу этим воспользоваться или нет трудно сказать пока может быть могу может быть и нет так что давайте вот так пойдем тут у меня был выбор то ли же а6 то ли же f6 может быть и же 6 было лучше так вот обычно в таких все таки случаях раньше времени шашку выдвигать на поле батюшки мои это что такое а если я шашку съем да ну как то немножко как говорится шашкой на галу соперник на меня пошел наверное боюсь я просто ее заберу спасибо тебе ярослав мне просто шашку отдал шашка ринулась в мои тылы но без поддержки своих коллег разумеется ей будет грустно я думаю хотя есть определенная кстати говоря есть за что зацепиться но немножко не так надо было скорее все таки знаете поменяться вот таким вот образом е в 4 и попытаться все таки вот эту вот конструкцию да вот эту вот мою такую из таких вот четырех из четырех из шести шашек да которую наши коллеги из города ступины называют сундуком попытаться зафиксировать в принципе была наверное такая идея а ну в какой-то степени в какой-то степени кстати говоря соперник это и сейчас осуществляет вот обратите внимание ну что ж интересное решение да жертва шашки и жертва шашки и компенсация безусловно есть то есть мне да то есть ясно что если я меняюсь например да и 5 да так один момент да и 5 да то соперник побьет вот таким вот образом и собственно говоря ну после того как я 7 сюда сюда да и на этом все интересное для меня закончится так так ну я хочу остаться допустим с лишней шашки поэтому играю сюда не хочу я шашку отдавать жалко мне не могу сказать что она мне досталась к кровам и потом и кровью как говорится но тем не менее шашку отдавать не хочу давайте я ее подержу не знаю насколько это будет все правильно ну шашка лишняя я всегда в конце концов могу отдать по ну определенная компенсация у соперника безусловно есть такой ход интересно соперник играет очень творческий молодец молодец прям ну давай попробуем так вот предход такой сделал сейчас соперник побьет и я побью шашку опа сэкономил целую секунду очень интересно кстати играет все таки у нас в турнире программы или нет как думаете пишите в чате свои мысли вместе пообсудим это дело так армен нагаджанин большой привет из армении армен тебе тоже большой привет из армении в смысле из россии из россии я имел ввиду так что я могу шашку отдать и побежать в дамке и весело и с посвистом могу не отдавать да давайте не буду отдавать жалко мне кстати в том году в армении был мне очень понравилось прекрасная сторонно прекрасные люди очень душевные мне очень очень понравилось что мы хотели уже в этом году провести там провести юриване Переинство мира и там этап кубка мира среди мужчинами Переинство мира с единошей Переинство Европы с Евношей в апрель не месяце Ну, как известно, из-за пандемии все отменилось. Очень жаль, очень жаль, конечно же. Так, ну ладно, наверное, пора, пришла пора куда-то там бежать. Добегу до дамок-то нет, в принципе, должен. Так, если тут выигрыш, вот вопрос. Интересно. Ну, давай так нападем. Так, почему бы не быть для выигрыша. Давай так. Соперник очень творчески играет, конечно, такие необычные позиции. До сих пор держится позиция, самое главное, да. Ну, я думаю, что недолго все-таки, ну, не лишняя какая-то, два, три, пять, шесть. А, лишняя дамка, живая лишняя дамка. Соперник не сдается, ну, может, и правильно делает. А что сдаваться-то, он сейчас дамки еще прорвется. Ага. Так. Ну, давай, пойдем так. Получим просто выигранный энчберс. Будем постепенно заедать все шашки, без всякого пафоса. Давайте. Сделаем небольшую хитрость. Ай-яй-яй-яй. Да, разгадал соперник мой замысел. Коварный. Ну, ладно, тогда просто может и сдаться уж пора. Что тут мучиться-то? Куча лишних шашек. Я, кстати, постепенно сейчас съем. Дамку заловлю. Ну, то есть, может, это ничего, так сказать, ничего эффектного нет. Да, и можно было в дамке соперника не пропускать. Ну, если... Ну, я же, припасалютно выигранную, так почему бы и нет? Ради бога. Гуляет пусть в дамке, что ему так хочется. То есть, итог-то здесь понятен, конечно. На первом месте у нас Дамбрэто. Дамбрэто это латышское название шашек. Если кто-то не знает. Такой журнал раньше был. Было два журнала, которые выпускались в Риге. Очень популярные это Дамбрэто на латышском языке и на русском языке журнал шашки. В свое время это был дефицит, там очень большой журнал шашки. В провинции особенно. Ну, например, в Ярославле, да. Ну, пора пришла поймать дамку эту, чтобы она не мучилась. И, допустим, на... Мне кажется, на весь даже город Ярославль, может быть, таких журналов было... Сколько? Может быть, штук пять приходило на весь город, да. И, допустим, на одиннадцатый киоск, я писаю в печати, там один журнал. И вот нужно было его еще успеть поймать, потому что... Ну, раскупали очень легко. Так, Найт-123. Найт-123. Айрат-Сиддиков. Очень удобно, кстати. На лидеров сделали, да, подсвечивается так, что можно посмотреть сразу соперника. Кто там... Ну, если он подписан, конечно. Поэтому, я, кстати говоря, с большим, ну, уважением и симпатией отношусь к людям, кто в своих выходных данных пишет о себе особенно правду. Приятнее всегда общаться с человеком, которого ты знаешь. Вот, да, мы знаем, что это, например, Айрат. Это же здорово. Так, шашка черных в центре, собственно говоря. Можно ее поменять, да, вот таким вот образом. СБ-4 и получить, ну, такую равную позицию, да. Да, мы шашку отправляем черных на борт, вот этого, да. Вот, и она, в итоге, шашка, вот сейчас она находится в центре, да. Она будет находиться на бортовом поле G-5 и еще плюс бортовое поле H-6. Ну, есть, скажем так, одна обстоятельность, которая меня, как бы, останавливает от прямолинейного такого решения. Это ослабленное поле G-1. Вот эти, да. Которое может потом сказаться. Ну, нет, может, ничего на самом деле и нет. Преимущество, так-то, у белых все равно, в любом случае, будет. Но, возможно, что-то поинтереснее есть. Возможно, да. Давайте нападем на шашку. Блин, ну, хотел напасть, да, теперь смотрю. Ну, поменяется он 2 на 2. И да, и... И что? И что хорошего? Ну, давайте. Пойдем так. О чем хотели вначале? О чем думали вначале? Так, наверное, к этому и пришли. Так, ну, так, и что? Будем просто развивать. А, давай. Будем попытаться, попытаемся за поле C-5 побороться. Интересно, скажется все-таки в итоге вот эта вот слабость или не скажется? Посмотрим, проверим. Может, скажется, может, нет. Да, про турнир Грингруза я, коллеги, начал говорить, но не закончил. Так, значит, смотреть. Начало в 14.30 трансляции. Канале «Все о шашках». Это канал Владимира Мегольца, «Дамки.нет». Так, ну что? Ну, давай подтащим по-любое. Значит, кто такой Грингруз? Это легендарный молдавский тренер, педагог, организатор. Тренер, ну, просто вот целой плеяды выдающихся шашистов молдавских такой, знаете, гуру такой вот молдавских шашек. Ну, Николай Леонтьевич Грингруз, основатель Бендерской школы шашек, город Бендеры, знаменитая шашечная школа на весь Советский Союз. Представляете, в небольшом городке, да, вот в молдавском городке Бендеры сделать легендарную школу, которая... Поставим ловушечку небольшую, да, обращаю внимание, которая прогремела потом на весь Советский Союз. Это, конечно, дорогого стоит, то есть нельзя так играть. Ну, вдруг захочет соперник пойти так, да, тогда я его просто накажу. Ну, разумеется, не захотел. С чего бы ему хотеть, да. Так, ну что, ладно. А мы тогда ринемся вперед на поле Д4, нам дают возможность. Сейчас вот у меня будут паузы в игре, я чуть поподробнее расскажу про эфир, чтобы не отвлекаться от игры. И не отвлекаться от объявления. Как там, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, что такое случается. Постараюсь развести зайцев по разным углам своей беседы. Так, соперник задумался. Ну, у меня вроде бы такая, да, позиция центральная. Я бы, наверное, на месте соперника подумал над ходом бы ба5, наверное. Над ходом бы ба5, чтобы потом попытаться все поменять. Хотя, не обязательно. Кстати, CD6 может быть ход есть. Да, вот такой CD6 может быть. А, вот молодец, да. CD6 тоже в том же направлении мыслить, что и я. Так, ну и теперь мне что сделать? Я ему нужна 2 на 2 махнуть, что ли? Потому что, допустим, вот такой ход, да, ба5, он бы совсем мне не нравится после такого вот размена. Да, и здесь как раз слабость поля g1 была бы очевидна. Еще есть возможность поменяться dc5, да, вот таким вот образом. Но там такой злобный ход после такого размена. Так вот ход может быть как d5, да? Как d5. Вот что там? Там может оказаться не очень хорошо. Поэтому от греха подальше мы делаем размен 2 на 2. Перестраиваемся. И с новыми силами будем пытаться как-то соперника пощекотать. Так, Рустам Ардисламов спрашивает. Почему на вашем канале нет кнопки напоминания стримов? Что это за кнопка, расскажите, Рустам. Я не очень большой, я не очень большой, так скажем так, знаток ютуба. Периодически только здесь бываю. Поэтому если вы какие-то дадите мне ценные советы, лайфхаки по пользованию, я с удовольствием вас пользуюсь. Вообще, на самом деле, стримы в моей жизни и в жизни, может быть, еще других спортсменов, ведущих, возникли только в этом году в связи с пандемией. За что, единственное, за что им можно сказать спасибо, да, потому что онлайн-сектор в этом году просто, скажем так, сделал качественный шаг вперед. Если до этого, например, наверное, можно было всего лишь несколько ютуб-каналов вспомнить, где... Ого, этот ход. А что такое за ход такой? Зловещий, не очень я пока понял. Давайте-ка мы пойдем. Колонка такая, да, какая-то непонятная колонка такая. Что за колонка? Что хотел сказать автор этой колонкой? Давайте мы ее просто зафиксируем, попытаемся. Вот таким вот образом. Вот. По большому счету, их вообще немного ютуб-каналов, да, если разобраться. То есть, мы вспомнить можем, там, Яниса Сафина, Владимира Мигальца, Андрея Валюка, безусловно. То в этом году, ну, добавился мой канал, пусть еще ребята там делают, да, белорусские ребята классные делают, и девчонки, и парни делают классные проекты. Плюс, конечно, вспомнить и украинских ребят Антоненко, и других там, да, и Юреньких там приходят тоже, помогают работать. То есть, ну, просто качественный такой рывок вперед. Если я кого-то забыл назвать, уж извините, ради бога, я не очень большой знаток вот таких каналов. Вот чем будет больше, тем нажму на паузу, нажму на паузу, да, чтобы рассказать про турнир памяти Грингруза, который сегодня будет на канале всего шашков Владимира Мигальца, и так еще ответить на какие-нибудь вопросы, которые появились. Так, а, и Ивашка, да, мне на та самая. Евгений Ивашка, конечно, безусловно, у него канал классный, конечно. Так. Ага, так. На колокольчик, колокольчик. Так, понятно, да, сделаем таким образом. Колокольчик, да, я учту при следующих трансляциях. У нас, видите, да, почему перерыв был. Сначала одно мероприятие, потом другое, потом третье. И, главное, все на выходных как-то это выпадало, что приходилось отъезжать. Ладно, в пандемию там было время больше свободного, дел там не столько много было. Сейчас они все как-то накопились, как-то все навалились одним разом, и найти свободное время не так просто. Но вот, когда нахожу, то, конечно, с большим удовольствием общаюсь в эфире. У нас совсем скоро еще будет ряд мероприятий в Ярославле, как вы знаете, наверное. Если не знаете, сейчас расскажу. Это Кубок России, Командный чемпионат России, Всероссийские соревнования по МТ Варова. То есть это все стартует, начиная уже с 19 ноября. Особенно будут загружены у нас выходные дни. Разумеется, уже будет не до стримов просто. Турнир у нас про шашки, безусловно, будет. Но стрим вести не смогу, потому что необходимо будет организовывать соревнования, чтобы все под контролем было. Так что имейте в виду, да, с 19 ноября у нас мероприятие. Может быть, кто-то из российских спортсменов хочет поучаствовать. Пожалуйста, Кубок России 19-го начала ноября. Командный чемпионат России 19-го ноября начала. И там ограничения КМС и выше. Есть еще всероссийские соревнования по МТ Варова Владимиру Васильевичу. Они будут с 26 ноября день приезда. За 27 ноября мы стартуем. И там могут участвовать юниоры до 20 лет. Там второй разряд можно и выше. И мужчины и женщины. Там с первого разряда и выше. То есть, такие немножко послабления. Полегче, чем в Кубке и Командном чемпионате России. То есть, это официальные спортивные соревнования, на которых можно выполнить звание мастера спорта России. Ну и разряд, разумеется, точно. И КМС, и любой другой. Так что, пишите, звоните, участвуйте. Возвращаясь в турниры памяти Грингруза. Значит, план стрима. То есть, это большущая такая программа. Просто, дай бог, конечно, сил Владимиру Мигольцу все это вытерпеть. В хорошем смысле, да, выдержать. В хорошем смысле, я имею в виду. Потому что в 14.30 главный ведущий Денис Дудко. У нас наш большой бородатый друг из Молдавии. Мастер спорта. Один из ведущих спортсменов Молдавии. Значит, в 14.30 видео Маруси. Это дочь Паши Чалака, которая прочитает стих о любви к шашкам. Дальше выступление ведущих рассказ о регламенте мероприятия. 14.40 открытия и так далее, так далее, так далее. Короче, вы представляете, в 14.30 ребята стартуют. Куча интереснейших гостей. Всех перечислять просто не буду. Зайдите, пожалуйста, в прошашки чат. И там все написано. Так, начало турнира, я так понимаю, где-то примерно в 18 часов. Тут что-то не написано. Не могу понять. Во сколько начало самого-то турнира? Во сколько начало турнир-то, ребят? В 18.15 гость Сергей Белашеев, анализ партии турнира. То есть, соответственно, уже они закончатся. Так, а во сколько сам-то турнир начнется? То есть, начало трансляции... А, в 15 часов. В 15 часов начало турнира, ребят. Так что, совсем скоро после окончания нашего эфира начнется эфир у Владимира. Так, возвращаемся к турниру участвовать. Так, сколько у нас? 58 спортсменов. Ну, 59, да, это совсем немного, разумеется. Это такой какой-то исторический минимум. Ну, возможно, многие участвуют в турнире памяти Грингруза. И таким образом, скажем так, берегут свои силы. Ну, я предполагаю, что такое возможно, конечно. Так, 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 так. Что нам здесь делать? А давайте мы пойдем с ЖФ4 и будем грозить. Одну отдать, две съесть. Надежда наивная. Разумеется, соперник это и видит. Так, все верно, значит, ушел. Ну, теперь мы будем укрепляться путем СД2. Так, теперь я либо планирую перейти в коловые позиции, да? Если мне соперник дался, то есть путем вот такого размена. Кстати, ну, или размена, может быть, такого прямолинейного, да? Либо он, может быть, с разменом на ДЕ5 через такой формат. Так, а давай просто поменяемся. Поменяемся. Будем стоять в центре. Такая необычная коловая позиция. Почему необычная, да? У черных отсутствует шашка на А7. Немного перегружен фланг шашками. С другой стороны, у меня тоже есть слабость на поле С1. Там, как бы, шашки явно не хватает. Если бы она была, было бы неплохо. Кстати, обращаю внимание, что, например, я сейчас не очень хорошо мне играть СД4, да? Потому что, например, черные могут напасть СД6. И после моего вынужденного размена, бой-бой, ударить АЖ3. И остается сражным. То есть, я на это попадаться не буду, с вашего позволения. А что я буду делать? Так, есть такое желание, конечно, забраться в угол, да? В стиле кола угловика такой дебют, знаете, есть. Возможно, это, кстати, и неплохой план. Возможно. Может, мне так и пойти? А почему бы и нет, да? Может, так и пойти? То есть, ну, какая альтернатива, да? Наверное, может быть, либо поменяться СД4. СД4 на Д4 есть такой вариантиц. Кстати, тоже неплохо смотрится. А, нет. Наверное, плохо смотрится. Обращаю внимание, да? Что если такой размин сделать? Соперник и такая возможность появится. Напасть СД6. И если я ухожу СД6, вот такой вот маневрик, как Д5. И он там остается без фланга, правда, но с лишней шашкой. Интересно. Интересно, как играем. Вообще, интересная игра шашки. Ладно, давайте в угол. И поставил в уголок, чтобы никто не ловил, как соперник даже не думает. Не думает. Прессует меня по времени. Видите, какой же жесткий, злобный человек. Поем. Воздуха не дает. Ну, давайте. Тогда мы поменяемся. Кстати, здесь очень важно получилось, да? Вот именно, что у меня на А1... Сейчас вот так вот, да? На А1 шашка стоит, а не на С1. Может быть, это, кстати, и плюс. Может быть, это и плюс. Потому что, если соперник сейчас, например, нападет, то у меня появится возможность закрыться АЖ3. Вот если бы... Если бы не нападал, да? Если бы шашка на С1 стояла, то этой возможности у меня бы не было. Так. Ну, давайте смоемся. От греха подальше. Поставим ловушку. Так нельзя. Например, да? Из-за... О! Раз, два, три. Ну, давай. Проведем удар. А его можно проводить-то? Ничего. Так. Раз, два, три. Ну, конечно, можно. Чего же нет-то? Провели удар. Раз, два, три. А теперь, смотрите. Мы просто эту шашку, которая сейчас превратится в дамку, мы даже в ванншпиле не будем переходить, а побьем вот сюда, на поле G5. И останемся с лишней шашкой. Все. И сделаем предход. Вообще четко, да? Вот. Лишняя шашка. Пора сдаваться. Так, вернуться в турнир. Так. Ну что у нас? Ждем пока очередного соперника. Один момент. Сейчас мы... Шашка на G1, куда улетела на H4, да? Сейчас один момент. Так, ну все, дорогие друзья. Так. Два тридцать пять. Так, ну что, вынужден напасть, иначе меня свяжут по рукам и ногам. Абсолютно верно решение у соперника. Так, ну что, ладно. Я должен дать возможность эти колонки развить. Другого возможности все равно нету ходов. Все-таки сказывается, да, вот эта вот слабость на поле G1, которая мне дарована дебютом. Вообще четкий чувак-то какой, а? Прям жестко играет. Ну, давай так тогда, что ли. Ну, обращаю внимание, у соперника тоже вообще-то слабость на поле B8 присутствует. Как-то он прям смело пошел так, на такую позицию, да? Так, ну я уже три, я, наверное, пожалуй, не буду. Интересно, интересно, интересно. Ну, давай подождем мы вот такой ход. Можем или нет его сделать? У меня очень хочется его пойти. Раз хочется, надо сделать. Ход так бы два. А что у меня соперник с Берсерков, что ли, играет? Что-то у меня время так мало. Вроде я тут сидел в основном, думал. Так, могу напасть. Так, что-то тут не это. Ну, комбинация есть, как вы видите, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, ребят, ну, шесть шашек-то отдавать. Что же я? Не напасешься, не напасешься шашек-то. А зачем мне это нужно? Что-то я не пойму. Мне не нужно ничего отдавать. Ну, давай я просто пойду, например. Давайте я пойду просто, ну, например, и уже три, если. Сделаю такой прекрасный ход, и уже три. Вынуждая соперника поменяться. Вот он поменялся. А вот эту кучу-то он как планирует развивать? Или он не планирует ее развивать? Может, ее не надо развивать? Вот это вот, я имею в виду, вот такую прекраснейшую конструкцию. Потому что она ее и не планирует развивать, действительно. Скажешь, что зачем? Ну, давай так, что ли? Ну, все, комбинация тогда готова. То есть можно ее провести, я думаю. Пришло время для несложных комбинаций. О, можем так еще отдать, да? А можем так отдать. Это не то же самое. Чуть-чуть почти то же самое, да? Ну, давайте. Перестановками слагаем их. Отпустим. Да, здесь все понятно. Так. Дамка-то чуть-чуть с трудом бьет. Прям-то какая натужно так бьет с трудом. И шашка, смотрите, да, я ее просто встречаю. Все. Вот это у меня моя шашка на поле... Так, извиняюсь. На поле Д2 встречает шашку эту. Ну и все. Так, сейчас мы так вот аккуратненько тут все оформим. Все. Просто будем стоять, ждать, например, что будет. По идее, должны просто ходы закончиться, правильно? Давай так. Ну вот, стою, жду. Я ждам, когда могу бесконечное количество ходов делать. Ну, несложная комбинация была, но порадовал. Порадовал вас с этой комбиновкой. Так. Так, что у нас еще тут хорошего-то? Про турниры, после турнира. Ну да, наверное, если что у нас будет, время-то минут там 10-15 пообщаться. То есть, какие-то вопросы будут, поговорим после, да. Так, а кто у нас там в лидерах-то? Давайте-ка посмотрим. Ау-мины. Господи, кто это? Ау-мины. Да. Неизвестно кто. 35 очков. На втором месте Артем Агейкин. 30 очков. На третьем Дамбре-то. 29 очков. На четвертом Александр Крупко. 19. На Фейп Раскурин. 19. Турдер Музаев. 16. Дмитрий Редин. 14. Я, кстати говоря, на почетном восьмом месте. Между прочим. Так, вот у меня Дмитрий Редин из Московской области. Обращаю внимание на красивейший удар. Бывают, да, такие дебютные ловушки. Просто бдительность не нужно терять даже самых, казалось бы, простых позиций, вот как сейчас, да. Такой естественный ход с ИБ-4. На тебя, АЖ-3 тык. Так, ну и что, я на шестое место переместился. Кстати, вот, пожалуйста, тише едешь, дальше будешь. Играю себе спокойненько, никого не трогаю. Три плюс две, никакого Берсерка. Так, потихонечку идем. И то неплохо. Ну, в любом турнире все равно нужно ставить какие-то цели. Да, давайте вот в этом турнире я поставлю эту цель не проиграть ни одной партии. Мне кажется, таких турниров-то и не было на Лидраус ни разу. Так, кто у меня? Альтур Дармузаев. У нас, обратите внимание, очень давний с ним счет. Да, он сколько же мы партии-то сыграли? 10-1 я веду, правда. Для меня очень приятная статистика. Один из шашечных блогеров, Артур. Молодец и умница, что пропагандируют нашу игру всеми возможными способами. К сожалению, да, шашки монетизировать очень непросто. Но я думаю, что к этому нужно идти. К этому нужно идти, если шашки станут коммерчески привлекательным каким-то образом. Да, тогда, разумеется, и... Так, интересный вариант. Смотрите, как шашку в МЦ1 потащил, да? Молодец, интересное такое решение прям. Если шашки станут коммерчески привлекательным продуктом, да, в хорошем смысле этого слова, продуктом, то, разумеется, это большой плюс будет всем. И спортсменам, и тренерам, и организаторам. Ну, к этому надо идти, к этому нужно идти. Это непросто, разумеется. Так, а что, собственно говоря, мне делать-то? Такая вот... Неплохой такой вариантиц-то, неплохой. Ну, хорошо, Артур, мы пойдем АБДВА. Будем ухудшать свою позицию. Сделали отсталую шашку. Ух ты, какой четкий прям. Так, а что, если я попытаюсь поиграть на отсталую шашку? Так вот, да, зелененьким? На отсталую шашку БДВА. А каким образом я имею в виду? Это путем СБ6 я имел в виду. Ну, там далеко не все понятно. Далеко не все понятно. Да, там позиция вообще, честно говоря, такая. А может, и нормальная? Может, какая такая еще? Нормальная позиция, может? Ну, давай проверим, что там. Что там будет дальше? Поиграем на отсталую шашку БДВА. Может, чего ты там думаешь? Не хочешь бы опять нападать, что ли? БАДВА опять-то надо, пожалуй. Многие жалуются, что нет автобоя на Лидравс. Вот как играет. Блин, это четкий ход, да? Теперь, смотрите, я не могу напасть так. Я вот недооценил размин, кстати, этот. Да, из-за такого комбинации хорошего. Шлагбаум классический. И может быть, и может быть, у меня... Смогу ли я загрустить в этой позиции? Все может быть. Все может быть. Соперник может... Либо МЖ3, да, еще там был вариант схода в жажду. Так, так, а что, собственно говоря... Могу ли я... Могу, но... Ну, я могу, кстати говоря, Афи-5 пойти. А могу и не пойти. Может, мне это и не нужно, кстати. А зачем мне Афи-5? У меня и размин неплохой имеется. ЦБ-4. Как неплохой-то? Непонятный он. Непонятный. Давай-ка так пойдем, ладно. Так, дамку я там ловлю. И, по-моему, там получается... Такой размен, то есть, получился большой. Получился большой-большой размен. Ну, размен вперед сразу ничья, а размен назад постепенно ничья. Ну, пусть постепенно будет. Кроме титая еще Сухова. Как ты будешь, Сухов, умирать? Медленно или постепенно? Лучше, конечно, помучиться. Что-то я немножко переврал фразу-то. Так. Ну, вы идею, надеюсь, поняли. Белое солнце пустыни. Так, а что я тут хочу-то? Я не понимаю. Я тут окружить, что ли, хочу эту позицию? Она же не окружается. Ну, раз не окружается, давайте предложим ничью. Что-то тут равно из позиции. Чего? Я не понял. Я предложил ничью. Отказались? Не понял я. Или я успел отказаться неожиданно от ничьи? Ничего. Ой, мы должны играть до конца. Теперь я ее буду. Ёлки-палки. Ну, ладно. Мы друг другу предложили ничьи, но обращайте внимание, да, этот самый... И я пропустил эту возможность, да, нажал ход. Получилось, что отказался. А, вот, повторно. Могу предложить. Вот, давай. Так, прекрасная музыка я слышу. Друзья, большое спасибо за... Так, донат или донат? Донат мне сказали, что это такой пончик сладкий, а донат это то, что нам нужно. Так что, будьте любезны, засылайте донаты. Ну, если нет донатов, присылайте донаты. Будем вот с кофе пить. 200 рублей. Барс 666. Спасибо большое, уважаемый Барс 666. Ага, да, Артур, я понял, ты не успел, и я не успел потом твое предложение принять. Ну, ничего, разобрались. Так, здесь лучше всего сделать двойной размен. Один размен мне совсем не нравится. Так, сделали. Ну, честно говоря, дебют достаточно простой, да, согласитесь? Ну, хорошо, давайте я попробую пойти вот таким вот образом обе-6. Достаточно простой дебют, то есть у белых центральная позиция, у черных возможности для окружения, для связки этой позиции. Получится, не получится? Ну, делать-то нечего, давайте. Еще был вариант, да, же в 6 пойти, но мне что-то совсем не хотелось этот ход делать, как-то у меня, ну, прям душа к нему не лежала, так. Так, Настя, кто-то у нас Настя. Много хороших, симпатичных девушек с именем Настя. Ну, давай так. Так, парим, Настя, молодец, сколько сильная играет. Так, а вот такого плана позициях иногда ход БЦ-7 проходит, да? Боюсь, это не тот случай может быть. Как бы после такого хода мне грустно не стало. А что делать-то? А что делать-то, Настя? Настя, скажи, пожалуйста, что делать мне? Так, вариант какой, да? Вот БЦ-7, ну, если я играю в Ж-5, то соперник, соперница, нападает до Е-5, такое программное делает нападение. И дальше, и дальше, и дальше что? А вот дальше непонятно что, да? Дальше мне предстоит долгая упорная защита. Ну, вообще, в этой ситуации вообще долгая упорная защита. Еще, кстати, вариант с какой-то такой жертвой есть, да? Иногда бывает, проходит. Ну, в данном случае, боюсь, это слишком. Нагло с моей стороны будут такие жертвы-то делать. Боюсь, у меня за такие жертвы накажут. Накажут, а вдруг не накажут. Да. БЦ-7. Какая-то была такая, по-моему, где-то партия. Есть такая партия, как говорил Владимир Ильич Ленин. Ну, я что-то после хода БЦ-7, размена ФГ-3, да? Ну, допустим, я играю БЦ-7, размена ФГ-3. Немножко не вижу. А что дальше-то делать? А что дальше-то делать-то мне там? Никаких ударов что-то нет никак. А, может быть, кстати, так и надо защищаться-то, господа. Давайте. Гулять-то гулять. БЦ-7. Давай, Настя. Помните, такой был фильм «Действуй Настя». А может, там не Настя была? Ну, фильм «Настя» был точно у Георгия Данелли. Давай. 36. Ну, учитывая, что у нас целых плюс 2, плюс 2, то мы не грустим. У нас много времени для того, чтобы защититься. А здесь предстоит защита, конечно. Здесь предстоит защита. Ну, что, Настя? Давай, ныряйте до 4. А я побегу в дамки. По-моему, это лучшее, что я успел за доской насчитать. Лучшего ничего не видел. Ну, надо меняться БЦ-3. Да, иначе Настя еще и хуже получит. Так, теперь я спокойно играю. Так. И? И что, я предлагаю ничью Насте? Давай предложим ничью на всякий случай. Согласиться может. Да. Кстати, да, я так вот припоминаю. Наверное, я позицию забыл, честно вам скажу. Но мне кажется, это известная позиция из каких-то 30-х годов все это делал. То есть, если был бы Женя Кондраченко, он бы точно сразу бы все сказал. Он энциклопедия ходячая в этом плане. Но он и помоложе меня на целых 4 года. Чему удивляться-то? Конечно. Я в его возрасте тоже все комно. Так, вот Михаил пишет о том, что ваше мнение о прошедшем чем-то антимиров Турции. Ну, ладно, попозже расскажу. Хотя я, в общем-то, в целом в телеграм-канале про шашки писал о турнире. И какие плюсы были, и какие минусы были. В данном случае я был абсолютно объективен. Чуть попозже. Так, Тимофей Проскурин у нас на связи. Так, ну что, сразу туда или не сразу туда? Ход, по большому счету... Ну, давай, пока не будем наделать и торопиться. Там еще вариант с хода мы в G3 был. То есть, либо его сразу делать. Ну, например, может быть, сейчас даже, кстати говоря, его нужно сделать. Либо потом. Ну, наверное, все равно придется его делать. Ну, давай, сделаем сразу его. Так, соперник отвечает мгновенно. Ну, возможно, предкод у него там был сделан. Так, вопрос в том... Вопрос в том, нужно ли мне... Да, ну давай, мы все равно... Позицию до конца рассчитать... Ой-ой-ой, нифига себе он играет. Вот это мощный Тимофей. Мощно прям играет там. Ну, ладно, давай так. Очень мощно играет. Чем это все закончится? Да, смотрите, какая очень интересная, сложная позиция. То есть, нужно, конечно, время, чтобы ее посчитать. А сейчас мы пока на интуицию, разумеется, играем, что я, что Тимофей тут... Невозможно ее оценить мгновенно, такую позицию. У меня есть некоторые преимущества по времени, да, плюс 2 секунды, плюс там время побольше. Тимофей в этом плане приходится полностью полагаться на свою интуицию. Тяжелее намного. Я вот когда играл с Берсерком, полторы минуты. На всю партию представлять это... Ну, просто, конечно, ты должен, ну, вообще не задумываясь отвечать. Тяжело очень. Тимофей что-то завис там. Может, со временем чего? Он обычно быстро играет. Что он решил? Так, ну, очень хочется просто, да, сыграть прямолинейно. Но это и лучше, кстати говоря. Самые естественные ходы, они, как правило, самые хорошие, кстати. Обратите внимание. Ну, правда, с приходом Тундры это правило не работает. Ну, Тундра, да, пришла там в середине нулевых годов, где-то там четвертый, третий, там год, что ли, какой второй, в то время. И она стала выдавать ходы одни чуднее другого. И просто многие там оценки многих позиций поменялись. Здесь я могу и на Е5 побить, и на С5. Вот прям везде, всюду хочется побить. Ну, давай поймем на С5. Просто займем центр, так сказать. Как обычно, в таких случаях говорят, тупо занять центр. Ну, вот, в данном случае, да, наверное, это как раз именно эта характеристика и работает здесь. Тупо занять центр. Так, ну, нельзя типа АЖ-3, да? Ну, там, как, как говорится, мелочь. Ну, почему бы такие комбинушки не подстроить, да, сопернику? Вот. Так, ну, моя задача здесь укрепиться в центре. И, ну, давай, так пойдем пока что. Так, укрепиться в центре. И соперник должен будет что-то думать. То есть, так, куча комбинаций стоит. Ну, куча-то, куча. Куча такая, конечно. Вот, допустим, то есть нельзя так-то пойти за Е6, да? Нельзя так пойти за АЖ-5. Ну, это, как бы, простенькие комбинации, но, ну, почему бы и нет, да? Почему бы и нет. Поэтому я играю в БЦ-3 спокойнее. Еще и ловушку ставлю. Нельзя так пойти. Ну, кто бы еще пошел. Ух ты! А тут нет комбинаций никакой случайно. Вот прям такая позиция, да? Вот, что просится какой-то удар. А я сейчас буду с этим ударом сидеть, размышлять. Его в итоге не окажется. Ф-лак ураня. Может, как говорится, пьется с ним с ударом-то? А вдруг он есть? Так, время у меня не очень много. Ну, давай без удара обойдемся. Пойдем просто АЖ-3. Будет обидно, если удар все-таки какой-нибудь там был, а я его пропустил, да? Это будет обидно. Так, если че. Ой. Ой. Так. Ну, у меня просто мощнейший, конечно, тут центр. Просто давайте мы его как-нибудь стараемся. Оформить. Так, а вот я, может быть, размен-то и зря, кстати говоря, сделал. Что-то я так это уже... На время засмотрелся на свое, которое стало очень мало уже. А у меня не хватает ресурс этой мышечной мышки. Мышки и ресурсов мышки не хватает. Так, ну, иначе бы получился. Какой он получился? Какой-нибудь или не получился? Так, я не пойму, что-то у меня... Давай, на всякий случай, предложим мне что-то. Не успел? Ничья. Ну, я все равно... Это, кстати, ничейный уже получился Айншпиль, да? Ну, конечно, я подвыпустил где-то Тимофея, там, немножко за разговорами, за этими, за всеми. Позиция-то была, скорее всего, выигранная. Такой мощнейший центр. Ну, то есть, та стратегия, которую он выбрал, оказалась, наверное, неверной. А с другой стороны, может быть, это, наоборот, я точно сыграл, да? Там вот этот кулак такой создал там в центре, да? И разменялся на Ц5, и просто центром раздавил позицию черных. Ну, другое дело, что не получилось миорализовать это преимущество. Не хватило ни времени, а может, и мастерства. Это дело такое. Михаил в чате канала спрашивает, чья игра запомнилась. Дело в том, что я сам на чемпионате мира, на личном-то не участвовал. Я на командном только участвовал, потом уехал. Так, смотрел периодически за игрой коллег. Так, что, пора уже, что ли? Пора делать ход. Из Беларуси. Уновис. Не знаю, кто это. Рисунку опять что-то такое похоже, да? На предыдущие позиции. Они тут все такие какие-то. Хотел сказать, все на одно лицо. Ну, похоже, правда? Так. Ну, давай будем пророствовать такие вот. Тевтонской такой вот сувеней строиться будем. В свое время, правда, Александр Невский разгромил их. В блестящем стиле, да? На Чудском озере. Кстати, если кто не знает, что Чудское озеро, оно только в России. Ну, или, может быть, правильно сказать, да, может быть, страны бывшего Советского Союза называется Чудское. А вообще оно называется Пепси. Не Пепси, которое новое поколение выбирает, а Пепси. Будете в Эстонии, например, где Чудское озеро тоже часть Эстонии принадлежит, там это называется Пепси. Так, ну чего, продолжаем, продолжаем, что ли? Продолжаем или не продолжаем? Конечно, можно сыграть достаточно просто, поменяться, да, вот я вот, я хочу поменяться ЕДА-4. Вот, а вот дальше куда побить, думаю, размышляю, и в принципе-то, по идее, конечно, побить две нужно, чтобы зафиксировать, да, вот, там, ну давайте так и сделаем, собственно говоря. Просто у меня, вот, знаете, такая мысль, конечно, есть побить сюда, карамольная такая мысль. Ну, я сыграю проще, сыграю проще, может быть, примитивней, не побоюсь этого слова, но объясню для чего. Я постараюсь зафиксировать, если мне это, конечно, получится, разрыв по флангам, то есть обратите внимание, да, у соперников всего две шашки с этого фланга. Все остальные шашки, они сосредоточились на правом фланге, на левом фланге всего одна шашка, то есть, соответственно, я хочу попробовать поиграть на эту дисгармонию такую, да, как разрыв по флангам. То есть, сейчас я подстрою колонку путем ДСМ, да, и буду грозить ходом БА5, там, что-нибудь поменять, ну, если получится. То есть, сейчас, кстати говоря, сразу БА5, наверное, была бы ошибка с моей стороны, потому что у соперника размен есть до Е5, и тогда он уже имеет возможность поиграть на мою отсталую шашку, вот на эту вот красивую шашку на поле Ж7. Поэтому я сначала сделаю выжидательный ход, вот таким вот образом БА7. То есть, соперник должен будет как-то высказаться, и только после этого я уже буду иметь возможность сделать ход БА5. Как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо. Это вот как раз тот случай. Да, тем более на ход, допустим, Е4 какой-нибудь, да, или ход, допустим, Ж4, у меня дополнительная возможность еще ФЕ5 будет хода. Да, то есть, возможно, я так еще пойду. А может, я не пойду? Кстати, а может, я не пойду? Знаете почему? Если я играю ФЕ5, нет, может, это и нормальный ход. У соперника появляется дополнительный ход такой, СБ4. И ясно, что нельзя теперь так напасть, да, потому что Айс ЦВай, ударчик. Но на ход ФЕ5 и на ход СБ4 я могу пойти Ж6, например. И там у меня прекрасная позиция. Кстати, там прекрасная позиция. С другой стороны, у меня, конечно, есть неплохая альтернатива, которая мне тоже нравится. Да, если я играю, понимаете, БА7, соперник вынужден играть ФЕ3. Я вынужден, но это хорошо, это часть плана, поменяться с АБ4. И потом, после всех этих разменов, сдвинуть АБ4. После всех вот этих вот разминов. Тоже нравится мне такой план. Нравится? Ох, как нравится. Ну давай, давай, давай. Надо действовать проще. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Вот такая поговорка такая. Попробуем. Так, ну соперник что-то размышляет. Но размышлять здесь особо нечего. Я грожу, одну отдай, две съесть. Да, вот такие. Спокойствие, только спокойствие. Вот таким вот образом. Соответственно, как-то реагировать надо. Так, дорогие друзья, нас смотрят 28 человек. Ну если не сложно, давайте хотя бы 28 лайков сделаем. А, вот один дизлайк. Ну хотя бы 27 или 26, если кому-то не нравится. Не всем нравится смотреть трансляции. Находятся и такие ребята. Спрашиваются, зачем тогда было заходить и смотреть. Может быть здесь ожидали увидеть что-то иное. Так, ну что, попробуем. Попробуем поставить просто вот такого примитивного прямолинейного рожна. Так, ну идея понятна, кстати говоря. Теперь мне надо туда нырять. Ну, собственно, я с удовольствием. Так, в дамке меня пропустили. Дамку мою мне пожертвовали. Так, кстати, компенсация, да, имеется. И непонятно теперь, а какой... Ой, я заснул что ли. Ну, видите, как бывает. Да, надо было немножко пошустрее двигать. Да, флаг уронило. Ну, кстати, позиция-то, может быть, и не выигранная уже была. По крайней мере... Да, там переход в Эрншпресс-Сокол, ну, как минимум, заменял был. Ну, надо было пошустрее немножко двигать. Тогда бы шансов побольше было бы. Так, стоп, а я какую... А я и предыдущую проиграл, что ли? А как я ее проиграл-то? Две подряд проиграл. Даже забыл уже, как это случилось. Так. Артем Агейкин. Так. Давайте, давайте, пожалуй. Пусть будет такой ход. Радится вам мне. Так, опасный соперник. Мастер спорта. Россия. Артем Агейкин. Да, тут такая коловая позиция. То есть, конечно, я сознательно, да, то есть, дал возможность поставить Артему кол с, как бы, такой надеждой, что я его каким-то образом попытаюсь окружить. Это может случиться. Может не случиться. Так. Чуть-чуть разница в темпе с известной позицией из Игоря Бадянского. Да, там только нюанс в том, что шашка вот эта уже стоит здесь. Вот так вот. И это, как бы, в пользу, в пользу соперника. Ну, давай. Попробуем. Попробуем что-нибудь сделать с этим колом. Потому что слабость, да, вот кол, это, как бы, сильная шашка. Но есть вот это вот отягощающее такое обстоятельство на поле H6 шашка. Так, ну, давай. Попробуем. Попробуем продолжать вот эту вот эпопею с окружением. Ну, конечно, тут есть за меня явно эти самые возможности для окружения. Возможности есть. CB2. Будем порубовать. Хватит ли сопернику ходов для того, чтобы не задохнуться с этим центром? Посмотрим. И размен назад, наверное, здесь надо уже отскакивать. А, вперед. Вперед решила. Но, то, однако, все-таки, мне кажется, зря он это сделал. Да, потому что... А дальше что? Так, ну, допустим, я побежал. Допустим, я отошел. Так, теперь я играю так. Ну, давай разменяемся. В целом, мне кажется, Артем зря, получается, на этот план пошел. Да, ну, теперь я просто съедаю кучу вкусного. Окружение, то есть у меня вот получилось. Ошибка была, размен вперед на поле B6. Вот, если на поле B назад он B8 побил бы, да, там, в ключевой момент, то, наверное, шансов было побольше. Так, ну, один план у меня уже не сработал. То есть я уже получил два нуля. Один ноль у меня был. Флаг уронил. А вот до этого даже не понял, я не помню, за что. Может, тоже где-то флаг уронил. Ну, ладно. Это не принципиально. Так, вот смотрите-ка, тут некоторые еще ребята поздно включились, да, но успешно выступают Фатамаргана, Степан Ипатов. Так, Степан Ипатов из России. Так, вот прям хочу так пойти и поставить дебютную ловушку. Один раз дебютная ловушка сработала с Дмитрием Редином. Может, и здесь сработает, кстати говоря. Не буду говорить, какая-то не сработала. Смотрите, в чем идея была. Нельзя было закрыться Cb6, да, из-за того, чтобы я бы раз отдал бы, два, три отдал бы и четыре бы съел. Степан, молодец, правильно пошел. Так, ну что мне тут все менять, что ли, после Ж4? Ну, либо пойти БЦ3, да. Такой очень опасный ход сделать. Да, он, конечно, очень опасный реально ход. Ну да, с другой стороны, а что, опасный я, опасный. Посмотрим. Сразу не проигрывает. Если сразу не проигрывает, так ну что, давайте попробуем. Это же так, да, соперник просто не дает мне никакой возможности тут. Да, ну, наверное, просто. Простенько, но со вкусом, как говорится, играют черные, да. И я теперь тут, наверное, буду вынужден стремиться к уравнению к этой позиции. Просто плохая позиция получилась. Ну, дело житейское. Не всегда же получать позицию с преимуществом. Кстати говоря, вот когда появились двухходовки, то есть это 84-й год, да, вот эра двухходовок началась. Соответственно, многие двухходовки же, они неравные. И многим пришлось учиться работать наиболее активно уже своей головой. И зачастую неприятно попадать в тяжелые позиции, ну, которые волей жребия выпадали. А защищаться ведь, между прочим, это тоже целое искусство. Даже вот не зря Юрий Викторович Кириллов написал книгу «Искусство защиты». Защищаться целое искусство. И очень неприятно бывает терпеть, 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 чтобы потом, ну, там, допустим, что-то получилось. Это... Так, ну, что-то примерно равная позиция. Ну, ладно, пойдем так пока. Там видно будет. Такую позицию, конечно, творить сложно. Ну, скажем так, 9 из 10 позиций ну, с таким рисунком, они заканчиваются в ничью. Посмотрим, что здесь будет. Давай так. Да, наверное, здесь тоже ничего не будет, собственно говоря. Что здесь может быть? Если только соперник как-нибудь там офисем не пойдет, вдруг, с перепугу. Даже так, да? Просто играет и все. Ну, давай в угол. Попытаемся кружить. А что остается-то? Что остается-то еще? Попытка, не пытка, как говорил один товарищ. Может, получится что-нибудь. Ну, да. То есть, я пытаюсь зацепиться за любую возможность, хоть как-то там сопернику навязать хоть какую-то игру. Может, получится. Почему бы и нет? Давай так пробуем, пробуем. Система Абакан. Да. Абациев-Кандауров. Ее так назвали. Абакан. По фамилиям. По началу фамилии. Абакан. Адидас. Адидаслер. А у нас Абакан. 1984 год. Много ее в 1984 году. Эту систему, конечно, ругали. Ну, как ругали. Часть негативно восприняла игроков эту систему. Часть очень позитивно. Часть нейтрально. Но она прижилась. Так. Могу 3 на 3 махнуть и получить немножко получше. Но, с другой стороны, там на РФ и ВС не было особого. Да, наверное, тут до ничейки мы с вами доигрались. Доигрались до ничейки. Степан Апатов. Ну, в принципе, четко сыграл бы А7. Да, такой ход. Ничейный. Давайте. Ну, что Степан? Давай. Не чувствую, предлагаю. Так, вернуться к турниру. На 10-м месте в десятке сильнейших у нас в турнире 76 спортсменов принимает участие. Ну, да, наверное, может кто-то еще присоединится из сильных-то. Посмотрим. Сначала была система Абакан. У Бацевых, Кандауровых, двухходовки. Ее также еще называли таким словом пакеты. До какого, получается, она года просуществовала? До, где-то, по-моему, 94-го года, что ли. Да, где-то, по-моему, в 94-м году впервые применена была система летающих шашек, которые в России стали называть современные русские шашки таким словом. Так, ну что, могу рвануть на поле А7. Давайте рваним на поле А7. Может, там медом намазано. Сейчас проверим. Летающие шашки. Сейчас, как вы знаете, система, она такая комбинированная. Там есть и продвижение, и там двухходовки, двухс половиной ходовки. Кстати, очень похоже, смотрите, по рисунку, очень похоже на игру Каулина. Можно сказать, это вообще игра Каулина. Да, да, там, с какими-нибудь этими, с разницей их темпом. Ну, может быть. Так, 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 так. Кстати, вот такая позиция, это непонятно. Вот прям скажу, честно вам говорю, прям непонятно. Давай сделаем очень такой, очень такой ответственный ход. Вот, GF4. Ребят, вот соперник может пойти D7, да? И щетиниться разными колонками. А может и не играть, он в D7 не обязан играть. Почему-то я так решил, что он в D7 должен играть. Совсем не обязан. Вот, и теперь я думаю пойти на B2. Что будет после этого? Что будет с паровым отоплением? Сейчас проверим. Ну, принципиально туда лезьте. Так, ну что, шашка на B2, конечно, явно зависла некрасиво. Некрасиво. Ну, наверное, пора мне. Так, напасть, так он отойдет. И что, все, никаких ударов нету, да? Раз ударов нет никаких, то, соответственно... Ну, у меня выбор-то такой, не сильно богатый, скажем. То есть я туда должен лезть на поле B4. Соперник, видимо, нападет на B6. На B6 я 2 на 2 поменяю. И будет у меня прорыв. У соперника тоже будет что-то похожее на прорыв. Что там дальше? Сейчас посмотрим. А, нет, не решился он мне так пойти. Ну, не знаю, правильное ли это решение. Не знаю, не знаю. Мне кажется, лучше было все-таки. Так, интересно. То есть я могу пойти либо E4, либо B3. Да, ну на B3, я смотрю, аж он же так вот может пойти. И как-то там... И как-то там вот что-то не могу понять. Наверное, там все как-то просто уравнивается. Давайте так пойду. Уравнивается. А здесь у меня может быть вообще не лучше. Я так вот тоже рассуждаю, да? Вот уравнивается. Если там, значит, я не атакую, то я должен обязан здесь атаковать. Это совершенно еще не факт. Кстати говоря, часто так вот, ну скажем, неправильные размышления идут. Что если ты там... Вроде позиция лучше, да? Но если ты там не атакуешь, то значит, соответственно, надо по-другому играть. А по-другому-то может быть еще и хуже быть. Еще вот здесь, например. Вот сейчас возьмет меня и окружит. Тут вроде не окружает. Ну, вообще-то как-то это... Не цепко соперник кто играет вообще. Мне кажется, что тут получше было за него. Переход в какие-то шпиля, которые, конечно, мне очень нравятся. А без иншпилей? Есть ли возможность сыграть без иншпилей? То есть я вот сюда вот размышляю над такой двойной отдачей. Пойму еще пока. Есть ли там чего? Нет ли там ничего? Ну давай. Сыграю попроще, да? Мне кажется, это попроще, но это должно работать. Ой, а может, не должно работать? То есть, известно. Да, иншпиль существует, где вот этих двух шашек нет, да? И там выигранный иншпиль, иншпиль, иншпиль. Это, конечно, тоже выигранный. А, ну вот, собственно говоря, да? Проводим такой. Ой, елки-палки. Мне же бить надо. Удар по своим воротам. Шашка не должна была стоять на поле d8. Мне же нельзя было сделать так. Все, это ничья. Да, это уже. Не заметил, что бить-то надо. Вернее, заметил после того, как ткнул. Дамка должна быть на поле a5, на поле b6. Тогда бы этот удар прошел. Да. Так. Да, бывает такое, что не замечая шашки. Reborn 228. Из России. Так, мой ход. А, ну я бить должен. Думать не обязательно. Так, что здесь хорошего? Ну, побью, на всякий случай, на поле h4. Мне кажется, это... Не надо было. Ну, сразу трудно оценить. Да, может быть, и на c5 хорошо было так-то. Кто его знает? Ну, давай. Побьем на поле f4. Самое главное, не побил сначала на поле f4. Теперь все равно на него вылез. Спрашивается, где логика. Не ищите логику. Ее иногда нету. Нет никаких объяснений. Просто ход такой вот. Так. Ну, давай. Сейчас пока отойдут такие надвижки. То есть, в данном случае, запас темпов у белых лучше. В позициях такого типа запас темпов бывает очень нелишним, скажем так. Он бывает нужным. Да, почему запас? Потому что мой соперник поднял шашку опять бортовую. А я еще ее не могу поменять. То есть, я вот меняю другую шашку. Ну, наверное, поменять-то надо. Там посмотрим, что выйдет. Может, получится что-то. То есть, таких вот двигаешь, двигаешь шашки, двигаешь, двигаешь. Потом все что-то сходится и становится понятно, у кого лучше, у кого не лучше. Потому что до конца проанализировать эти позиции задавской, конечно же, очень сложно. Даже, скорее всего, невозможно. Вот поэтому доверяйте своей интуиции, товарищи. Хотите идти на них, идите. Если вдруг чувствуете внутри какое-то такое неприятное чувство, тогда прислушайте к своему чувству. Возможно, это правильно. Что Ельцин? Так. Спортсмен по фамилии Ельцин там, что ли, да, у нас? Да, у нас такой, я слышал, есть. Так. Ну, давай посмотрим, что там. Ну, кажется, так поприятнее-то, конечно, тут вроде как у меня. Так, теперь что хочется, да, можно просто поменяться. Вот таким вот образом, да, на поле. А на поле Б6. На поле Б6. Ну, что там? Он отдает две. Ой, извините. Он отдает две. Так, равенство все идет, конечно. К равенству и братству. Да, я еще размышляю, просто над ходом замолчал, да, вот размышляю над этим ходом. Да, и вот таким разменом. Ну, что-то мне, что-то мне там кажется, что там не в мою пользу позиция сходится. Да. А раз она сходится не в мою пользу. Тотаящий, дорогие. Побежал-ка я быстрее. Куда-нибудь вбок, на ничью. Так, все верно. Все верно, наверное, я думаю. Ну, давайте. Чуть-чуть еще тут. Подержим напряжение. Ну, или, давай, иллюзию напряжения. Куда-то, шишка. Давай, смелее. Так. Да, наверное, ничем не получается. Все только какой-нибудь удар есть неожиданный. Ну, удар-то есть, кстати говоря. Даже причем очень простой. Вот теперь он прошел, слава богу, да. И шашка на Д8, вот она моя сработала, не как в предыдущей партии. Угу. На первом месте Ау-мини, Ау-мини. Что это, кто это? 65 очков. На втором месте Артем Агикин, 61 очко. 77 у нас играет спортсмена в турнире. На третьем месте Тимофей Проскурин, 49 очков. На четвертом Фатамарган, 48 очков. Фатамарган, по-моему, это Никита Славянов, если не ошибаюсь. Да, ага, Никита Славянов, да. То есть, видите, у нас игросмейстеры играют, мастера спорта. Хороший турнир, хорошая тренировка. Настя, опять Настя. Помним от себя, Настя. Как он только сыграл, я с тобой не помню уже. ФЕ3. Что за решение? Интересно. Как бы больше, конечно, напрашивался размен, да, наверное, вот такого плана. Ну, то есть, он, конечно, видимо, последует чуть позже. Вот так вот, ФЕ3. Да нет, так тоже нормальный ход, да, ЖФ2 теперь в духе позиции. Все верно. Все верно. То есть, у белых... Ну, тут очень ответственный ход. Ох, какой ход ответственный. Я бы, честно говоря, не стал бы таким ходом уж торопиться, потому что размен ЦБ4 представляется таким, ну, более таким спокойным решением. Да, теперь что, если так, что? Теперь так вообще нельзя. Размен. Так, ну, я могу теперь, конечно, рвануть, рвануть, ну, не в дамки. Хотя, какие дамки, о чем я говорю? Что-то померещивалось уже. О, господи. Так, кстати, позиция чем-то может быть похожа на то, что мы играли с уважаемым Артемом Агейкиным. Похожа, но не так позиция, да? Чуть-чуть темпа разницы. Ну, давайте, в принципе, попробуем в таком же духе. Вдруг удастся нам зацепить соперника. Так, зацепи, вот, помнишь, такая композиция есть? Ни разу я не слышал, но знаю, что она существует. Попробуем, да, все-таки поиграть на шашку Ц5 и на шашку А3, которая не очень, как бы, так культурно смотрится. Так, ну, давай, так. Так, теперь либо F и 7, либо D и 7. Что-то нигде подцепить-то не получается, похоже, да, моего Настю, нашу Настю. Ну, давай, ладно, F и 7 по 1. Фи-7, F и 5 теперь надо нападать. И там будем вот так вот действовать. Да, в чем опасность игры против центра? Тем, что центр на тебя может навалиться всей своей силой. И если ты не успел центр окружить, то соперник тебя может наказать за это очень жестоко. Да, это вот опасность игры против центра. Риски. Не то, что опасность, риски, да, от игры против центра. Да, здесь центр уже такой неплохой получился. То есть мне, соответственно, нужно думать. Думать что-то против центра. Даже шашку-то не пожертвуешь нормально. Иногда бывают жертвы какие-то интересные. Но тут немножко не тот случай, темпа не хватает. Ну, раз тут очевидно, что мне надо стремиться к равенству, ну, давайте попробуем к нему как-нибудь стремиться. Что же делать? Немножко так прямолинейно Настя играет. Ну, с другой стороны, может, она и правильная. Получается ничья. Да, здесь самое главное. Да, согласен. Самое главное правильно там. Ну, разми назад, ход СД-4. Так, и я там жертвую АЖ-3. Играют СБ-6 с равенством. Да, ничья такая. Не получилось окружить позицию, да, попытка была. Вот помните, с Артемом Агейкиным такая попытка прошла. Здесь она не прошла. Ну, дело житейское, как говорится. Все может быть. Так, а что? Что у меня? Опять Тереборн-228. Такой соперник у меня уже был. Ну, давай поменяемся. Сделан такой достаточно, может быть, примитивный размин. Гарантирует стойкое преимущество за белых. Почему бы и нет? Такой ход тоже есть. Есть такой ход. Так, здесь что? Давай так, прям хочется. В духе позиции пойти ДС-3, щетиница колонками. Что-то, по-моему, тут какая-то штиуря. Это же похоже на обратный Грубодянского, да? Ну, тут, по-моему, уже не совсем то, что нужно. Связка, как бы, уже достаточно эффективный получается, с моей стороны. Что мы попиваем? Пьем из фирменной кружки. Кофе. Черный кофе. Который называется Американу. Так, вы знаете, Американу придумали итальянцы. В то время, когда была Вторая мировая война. И американские солдаты были на территории Италии. То есть, получается, в конец войны уже был. Американцы не могли пить кофе, который любили очень итальянцы, эспрессо. И просили раздавлять его водой. Вот, и горячей водой, да, и вот получилось. Таким образом, получился напиток, который итальянцы назвали Американом. Так, а могу я напасть? Американом, ну, понятно, почему Американом, да? Потому что любили американцев. И этот напиток, собственно говоря, стал, наверное, самым популярным, наверное, напитком. Так, могу удар провести. А что толку? Не могу провести. Ну, то есть, могу, но действительно, а что толку-то? Зачем мне такой удар нужен? Зачем? Давайте так уже пойду. Вот. Маленькая ловушечка. Нельзя так пойти. Жалко соперник не попался. А может и не жалко, может и правильно. Кстати, опять СД6-то нельзя. А вот здесь-то я уже проведу удар, между прочим. И мне кажется, он, может быть, за меня даже неплохой быть. До этого. Американцы пьют... Американы не пьют. Пьют они, прежде всего, эспрессо. По всякому случаю. По любому случаю, так скажем. Очень любят они этот напиток. И утром они еще также пьют не менее популярный напиток, который называется капучино. По вечерам капучино. А, кстати, американцы не пьют. Американцы, итальянцы. У меня дамка. Хорош. Сдаваться-то когда будешь? Ой. А, сдался? Спасибо. Дамка же лишняя. Кстати, вот в Италии один эспрессо стоит 1 евро. То есть это, в принципе, сейчас, как бы, получается по-русски 90 рублей. Вот примерно столько стоит эспрессо, да, в Италии. А капучино стоит евро 30. То есть это цена такая, ну, по всей Италии, кстати, она плюс-минус одинаковая. Там еще есть такая классная традиция, такая в Италии. Называется подвешенный кофе. Кое-где, кстати, в Москве он тоже. Я в одном месте такое встретил, в одной кофейне. Сейчас не помню в какой. В чем идея? Вы приходите в кофейню, а у вас, допустим, с собой, в какой-то причине нет денег. Ой, какой дебют за меня плохой. Размены, да, и такой, все шашки в центр стоят. А у вас нет денег, например, ну, по какой-то причине. И вы говорите, нет ли у вас подвешенного кофе. Он говорит, да, есть. Наливает вам кофе, который вы попросите, да, там, например, эспрессо или капучино. Выпиваете и весело идете дальше. А что такое подвешенный кофе? Это до этого до вас были посетители, Ну, у которых, допустим, с деньгами все нормально. Или хорошее настроение. Ну, или просто вот по какой-то причине решили они поддержать эту традицию, очень давнюю итальянскую. Они покупают, заказывают себе кофе. И говорят, и еще один оплачиваю подвешенный кофе. То есть, они просто платят за тот кофе, который будут пить люди, которые придут потом позже, у которых, может быть, денег нет. Или по какой-то причине они, может, не захватили с собой, да, а кофе выпить надо. Вот такая традиция интересная, да, то есть, что итальянцы очень любят. Причем, да, кофе в Италии не растет, как известно. Но они большие любители, большие знатоки этого дела. Изобрели много очень вкусных напитков, молочных, на основе кофе. Это целая, целая большая культура. Так что я хоть эфесим, так вот, честно говоря, сделал плохенький. Ну, эспрессо вообще это основа любого кофе. То есть, это самое главное, что должно быть в любом кофейном напитке. Будь то капучино, или будь то там латто, да, или раф. Это самое-самое главное. Хороший эспрессо означает, соответственно, это как начинка, да, для всего остального. Это означает, что все остальное тоже у вас будет вкусным и приятным на вкус. Кстати, вот мы в России принято пить кофе с такой горчинкой, да. И горчинку дает робуста, который добавляет, допустим, практически везде. Во всех, разумеется, сетевых точек общественного питания, ну, типа Макдональдс, или Киевси, или бургеры. Там разница только в количестве робуста. То есть, все равно основа, конечно, это арабика, но и добавляет ту или иную степень робуста. То есть, робуста это более дешевый такой вариант. Так, у меня, честно говоря, тучи сгущаются. Над моей позицией что-то. Надо думать о ничьей, а не о кофе. Ну, просто мне уж тема кофе просто очень близка и интересна. Я с большим уважением отношусь к этому напитку. Если вы покупаете в хороших кофейнях, там, разумеется, кофе готовят бариста, а не наливаются из кофемашины. И в хороших кофейнях все-таки концентрация, ну, соотношение робуста и арабики в пользу, обычно, арабики. Если вот у вас такой кофе получается немножко кисловато на вкус, это вот из-за арабики, имейте в виду. Так, а сейчас меня что-то тут вообще, я чувствую, прижмут канатом. Ой-ой-ой, как мне плохо, ребята. Как мне, чувствую, что сейчас мне, сейчас мне будет, сейчас мне будет плохо. Да, Уновис, Уновис из Беларуси. А, я ему проиграл, оказывается. Это не ему флаг-то я уронил, даже не помню. Нет, неправильно сейчас пошел соперник. После хода ЦД4 мне там надо было сдаваться. Спасибо тебе, дорогой Уновис, что ты немножко меня тут спас. Может быть, это комплиментный за рассказ, а кофе небольшой, не знаю. Все-таки полегче стало. После хода ЦД4, да, и размена назад бы опять, то есть, я немножко так возвращаюсь к той позиции, чтобы было. Если бы соперник пошел ЦД4, я там, допустим, меняюсь назад, да, и ход ЕД4 такой. И все, я не могу развиваться ЦБ6. Ну, если вы понимаете, о чем я. Ну, а теперь что, у меня просто не хуже позиция, да. Все побежали. Соперник бежит, я бегу. Как в нашем добром советском фильме «Джентльмены удачи». Все побежали, и я побежал. Ну, если кто-то из молодого поколения не смотрел, ребята, настоятельно рекомендую. Посмотрите, это классик. Это культовая вещь. Вы посмеетесь. Кстати, многие думают, что «Джентльмены удачи» снял Георгий Данелли. Нет, это не так. Это Александр с Херой. По-моему, Александра вызывали. Но Данелли тоже, ну, скажем так, приложил руку к этому фильму. Поэтому, наверное, в принципе, и не будет ошибкой называть его тоже частью. Этого фильма. Что, не хочешь? Нападаю на Ц5, да, и там ничья. Ну, все четко, ничья. Ну, в данном случае, меня пожалели. Там соперник мог, конечно, такой сильный ход сделать СД4. И пришлось бы, конечно, мне туго. В данном случае, меня пощадили. Так, что у нас там интересного? 81 спортсмена играет в турнире. Так, вот Никита Славянов. Сейчас будет. Так. Ну, что ж. Давай туда. По бортам. Ну, бью на Б4 все-таки. Так, ну ладно, будем играть такие вот принципиальные схемки. Схемки принципиальные будем играть. Ну, давай так. Что-то получится, сейчас проверим. Ну, давай так. Поставили ловушечку, да? Нельзя БЦ3 пойти. Так. Ну, никто на это и не рассчитывал, разумеется. Что БЦ3 будет ход. Так, а нельзя ли здесь что-нибудь замутить? Замутить. Да. Комбинационного ничего нет. Так, ну ладно, тогда, видимо, пришло время немножечко смыться. Так, ну, кое-что интересное все равно наклевывается. Сейчас, наверное, Никита ЕДИ-4 пойдет. Ну, не факт, конечно. ЕДИ-4, да? И вот теперь, теперь, теперь. А теперь вот я хочу, да, залезть. Вот что там. То есть такая обоюдоострая позиция, да? С обоюдными слабостями. С обоюдными слабостями, с обоюдными. Так, а у меня, кстати, размен такой злобный ЕДИ-6 есть. Я вот сейчас смотрю на поле ДИ-6. Стоять. Ой! Блин! Никита! Я здесь шашку нету тронул. Не туда пошел просто. Хотел ЕДИ-6 поменяться. ЕДИ-6, да. Да, кстати, ЕДИ-6 был очень сильный ход, наверное. Как раз там с преимуществом. Ну, ладно. Либо меня Никита накажет за мое. А, нет. Что там? Не хочет пока. Ну, размен назад, да? Да. Так, ну что мне тут надо? Как-то пытаться ничью теперь сделать, раз не за ту шашку схватился. Не за ту шашку схватился. Да. Так, так, так. Ну, давай будем пытаться сразу басим. Или подождать. Или все-таки подождать еще. Ну, давай не будем сразу. Да. То есть, ну, раз вы получили плохую позицию, ну, что делать-то? Будем ее теперь защищать героически. Дай бог удастся. Дай бог удастся ее защитить. А может и не удастся. Кто его знает. Да, даже простой размен назад, между прочим, давал сразу хорошую позицию, позиционное преимущество за белых. Такой ход. Бог его знает. Уже такой ход-то. Ход в борьбу. Ход в борьбу, прям скажи. Хотя, какую борьбу? Что-то и бабушки. Просто плохо у меня, да? Просто плохо. То есть, нужно думать теперь, как эту позицию защищать. Как ее защищать? Ну, ладно. Бог защитится. Ну, не факт. Понятно, да? То есть, понятно, да? Что если будет прямление на падение, то соперник, конечно же, пойдет не ЖАЖ-2, да? А на такое он пойдет сначала ЕДА-4, потом ЖАЖ-2. Но, с другой стороны, а что мне это делать? Все равно делать-то нечего. Выбора особого нет. Теперь вот будем пытаться как-то тут что-нибудь предпринять. Так, можем прямолинейно поменяться ЕДА-4. Ну, в принципе, белых и черных не хуже абсолютно, кстати. Есть и по хитрее ход. Но такой он хитрый, что... Я имею в виду ход CB-6, да? Но вот я теперь смотрю, а если он пойдет и ФИ-3, что-то... Блин, аккуратно. Я уже один отстроил шашку. Так, что там будет? Да бог с ним, что там будет, то и будет. Давай сюда, давай, вперед с песней. Что там будет? Сейчас узнаю. Ну, что, давай, Никита. Ну, разумеется, на охоту CB-4, да, я приготовил такую жертву. Никита не ловится. Ну, давай попробуем, посмотрим, что здесь. Так, немножко бастрили ситуацию. Ну, кстати, а что? У меня вполне даже и неплохо. Мне кажется, Никита пропустил ход АЖ-5, недооценил. Да, теперь я сейчас с удобствами, с комфортом пойду уже в дамки. Ну, разумеется, сначала эту шашку B6 тоже спрячу, чтобы она тут не отсвечивала. Так, ну, теперь уже могу играть. Так. Так, дамку сразу ставить не могу. Ну, не могу, если так. Вот, вроде как могу. Так, время 22 секунды. Надеюсь, мне хватит. Не знаю пока на что. На что-нибудь хватит. Да, ну, тут, походу, выиграть-то мне не удастся мне выиграть. Ну, раз мне удаётся выиграть, давайте быстренько к ничей это будем сводить. И заодно ничего предложено на всякий пожарный случай. Ну, там пальцы не выигранные так-то. Да, вот, дёрнул там шашку в центре, в середине партии, да, cd6. А вот размен еd6, и там, кстати, и там, там, кстати, вот у Никиты как раз ему пришлось бы туго. Ну, ладно. На 13-ю позицию поднялся. Всего 84 соперника в нашем турнире. Цифру 84 мы уже вспоминали в 1984 году. Система Абакам появилась. Ну, как вы, наверное, знаете, особенно любители классической литературы. Было известно произведение Орелла 1984. Это вот тоже о цифрах. Ну, давайте пойдём, наверное. Попробуем так. Что-то, наверное, эфи 3. Ну, ладно, сейчас пошёл. Там, всё-таки, наверное, более программный ход был такой. Но не факт, не факт, совершенно не факт. О, это у нас Ваня Смурков. Иван, я тебя приветствую. Наш уважаемый чемпион России по русским шашкам среди инвалидов по зрению. 2020 года. Мастер спорта из Ярославской области. Иван Смурков. Не знаю, не помню. А, вот играли мы один раз. И, Ваня, смотрю, ничья у нас. История нашей болезни. Ничья однажды была. 12 минут до конца турнира у нас осталось. На первом месте Артём Айгенкин. 85 очков. На втором вот этот Аумынь. Что-то есть китайское в этом названии, да? Так. А что? Ну, разумеется, меняется CD4. Захватывают центральные поля. Друзья, если есть возможность, поставьте лайк. По крайней мере, это как спасибо сказать, да? За трансляцию. Это, наверное, единственное, что мне нужно. Также прошу, если есть возможность, заслать на развитие платформы Лидраутс донаты. Можно хоть рубль, хоть 10, хоть 20. В общем, сколько ни жалко. Там в описании к трансляции есть ссылка. То, пожалуйста, зашлите. Сейчас это необходимо для покупки оборудования, для того, чтобы разработать электронную шашечную доску для русских шашек. И для чего она нужна? Да, многие, может быть, и не знают, для чего она нужна, собственно говоря. А нужна она, ребят, для того, чтобы можно примерно в чемпионате мира эту электронную доску использовать, подключать часы, подключать интернет. И вы бы увидели не камеру только, то, что снимает, да, видеокамера, а можно видеть доску вот так, как вы сейчас смотрите, допустим, на Лидраутс. Это намного комфортнее, это комментировать удобно, это просто современно, красиво. Поэтому, если у вас есть желание поучаствовать в этом замечательном процессе, давайте все вместе будем. Есть ребята, кто разрабатывает, тратит на это свое время. Есть необходимые просто траты. Они тратят сейчас не только свое время, но и свои деньги зачастую, для того, чтобы что-то купить нужное для этого. Давайте хотя бы немножко поддержим ребят-разработчиков Лидраутс, которые в том числе делают не только вот эту замечательную платформу для русских высокочечных шашек, но и делают программный продукт, про данный продукт. Это на самом деле дорогого, конечно же, стоит. Даже не про деньги еще идет, а про самоотношение. Так вот постепенно что-то у нас все, скажем так, без особых острот идет партия. Все помениваем потихонечку, полигонечку. И наверное, наверное, так вот, наверное, так ничьей придем. Но некоторую осторожность, наверное, все-таки нужна черным. Хотя как осторожность? Наверное, особо даже осторожности соблюдать-то не нужно. Вот здесь, в принципе, нужно принять решение сейчас черным, да, что делать. Либо меняться до Е5, либо какие-то другие хода придумывать. Другие хода могут быть и чреваты. Я бы, наверное, здесь бы, ну, в духе позиции, наверное, все-таки поменялся бы до Е5, да, для того, чтобы. Ну, какое-то вот такое, да, решение. Ну, тоже возможно, тоже возможно. Ну, в таком случае я занимаю по лице 5. Свято, место пусто не бывает, как говорится. Поэтому я это место займу. Не знаю, чем все это закончится. Ой, ну, Ваня, давай-ка мы еще немножко подвигаем. Мне хочется понять. Наверное, все-таки появится равное. Может, даже у черных и лучше. Может, даже и лучше. Да. Ну, да. Здесь надо мне уже, честно говоря, стремиться к ничьей, чтобы не попасть в тяжелую ситуацию. Ну, кажется, ничья это получается. Я думаю. Ничья. Ну, такая, да, достойная ничья. Нормально. Что у нас в турнире? 84 соперника по-прежнему. Ждем очередного соперника. Осталось до конца 7.40. Это Дмитрий Редин. Мы же сегодня с ним играли. Да. Запомнилась наша встреча мне, конечно. с тем, что получился удар комбинационный. Давай вот так вот. Сж-5 включим шашку. Так. Ну, давай. Сж-6. Не будем раньше времени. Теперь вот прям хочу попробовать ход обышать. Мне кажется, может быть, в духе позиции. Все-таки слабость, да, определенно есть. В позиции соперника, да, на поле вот... С1 не хватает шашки. Я хочу попробовать на эту слабость поиграть таким вот образом. Получится или нет? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Вполне может быть, что и получится. Да. То есть тут определенные... Ну, предпосылки есть, конечно. Ну, давай. Что-то, по-моему, такое должно быть. Если я не ошибаюсь. Так. Ну, давай. По-моему, здесь удар должен быть какой-то. Как мне думается. Да. Прошел удар. Дмитрий Прямо одни эти самые комбинации какие-то. Комбинушка получилась. Ну, она такая, достаточно типичная. Похожая комбинация есть в обратной игре Бадянского. Да, и она очень... Позиция была похожа из обратной игре Бадянского. Там, единственное, что, по-моему, темпа в один темп разница. Но идея оттуда, конечно, взялась. Идея оттуда. То есть это, опять же, говорит о пользе, знании, идей. Заучивать там какие-то дебютные схемы. Или, допустим... А дебютные схемы, да, они могут быть вообще там... Сейчас они заканчиваются там 25-30 ходом. Прям в бенчплю уходят. Нет никакой нужды. Такие дебютные схемы. Так, что-то... Мне не очень нравится эта позиция, честно вам скажу. Ну, ладно, давай так. Знание идеи намного важнее, конечно же. Знание идеи. Ну, в данном случае, это просто знание идеи. Вот я, например, вот эту идею комбинации знаю. Я посмотрел, что она, скорее всего, может пройти. И она прошла, да. То есть это вот... Хупа. Так кто же у нас такой? Может быть, подписан? А, Иван Лопухин. Ваня, привет. Да, Иван Лопухин, это наш друг из Карелии, из города Петрозаводска. Руководитель федерации шашек Карелии. Недавно Ваня Лопухину в тот же день, между прочим, как и Ване Смуркову присвоено было. Звание мастера спорта Российской Федерации. Кстати говоря, скоро мы... Я говорил, да, скоро у нас в Ярославле пройдет чемпионат, командный чемпионат и Кубок России. Так, Вань, отдай-ка я тебе проверю на вшивость. Пройдет командный чемпионат и Кубок России по русским шашкам. И мы хотим с этого турнира организовать трансляцию. В том числе вот Иван Лопухин будет помогать в организации трансляции. Мы сейчас думаем, какое техническое решение принять. Дело в том, что там есть какие-то ограничения. То есть, со смартфона, по-моему, нужно тысячу подписчиков иметь на канале. Абсолютно верно. Я Ваню ловил на ход ЦБ6. Тогда бы, конечно, я бы раз, два. Кстати, сегодня такая идея уже была. В дебюте в одном. Может быть. Если бы я не стал ловить на эту идею, тогда бы там получалась безвестная симметричная позиция равная. И мы с Иваном будем планировать трансляцию сделать. Есть ограничения определенной сложности. Если не сложно, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Что там положено в этих случаях делать? И мы, конечно же, тысячу подписчиков не наберем за эти дни. Это понятно. И поэтому будем к этому стремиться. В будущем это означает, что любую трансляцию легче организовать. Все-таки турнир не первый, не последний, как говорится. Поэтому просьба все равно поучаствовать в этом увлекательном процессе. Поставить лайк и подписку сделать. Но даже если не будет тысячи подписчиков. Да, Ваня, согласен, ничья. Мы будем думать, что же нам предпринять для того, чтобы сделать качественную трансляцию. Потому что хочется, чтобы вы были все в курсе событий, которые у нас будут происходить. А события будут интересные. У нас, кстати, неплохое количество команд собирается приехать на турниры. И женских, и мужских. Я сейчас трудно сказать. Но штук по 8-10 команд будет в каждом турнире. Потому что многие еще не подтвердились командой, которые традиционно участвуют. Так, ну что мне предлагается поставить кол. Ну что мне предлагается поставить кол, то я поставлю кол. Давайте, друзья, дорогие, поставим кола. Так. Ага, с Комби была получше. Так. Егор Дубинин пишет о том, что... Так, а что я заснул-то? Загляделся на чат. Читаю чат. Позиция должна быть классической. Ну, я в чем-то согласен с Закиром Кирюбековым. С его смешным комментарием. Ну, и хорошо по-всякому, ребят. Хорошо по-всякому. И так хорошо, и так хорошо. И леталка хорошо, и классика хорошо. Я отдаю должное и тому, и другому шашечному направлению, если так можно сказать. Заметьте, кстати говоря, что... Наибольший, скажем так, успех имели все-таки книги по классической теории. Ну, вот выходят, допустим, книги по летающим шашкам. Или по современным русским шашкам. Можно так сказать, правильный. То есть, это, допустим, книги Василия Наомика. Хорошие книги, прекрасные. И Бориса Дружинина тоже прекрасные книги. Но они выходят маленьким тиражом. Они выходят... Что-то у меня все шашки поймать хотите. Ясно. Вот. Они не пользуются особой популярностью все-таки. Наибольшей популярностью пользуются книги классические, с классической теорией. До сих пор хорошие, например, отзывы, хорошие продажи, курсы дебютов Литвиновича и Негра. А ведь эта книга, кстати, в том же самом... В 1984 году вышла. Что-то мы этот год сегодня вспоминаем много раз. И это самые популярные книги. Не менее классная книга, конечно, из серии даже, я сказал так, вышла у Высоцкого. Там целая группа авторов была. Пять книг уже вышло по теории. Циклобедия дебютов называется. Там и Дмитрий Львович Цинман отметился в пятом томе. И Чернопищук, Горин. Это они писали... Они писали еще косяк. Этот косяк был еще, знаете, 89-го примерно года, когда Кооператив Досуг Бакинский выпускал эти книги. Для меня это были настольные вообще книги, честно говорю. Я много ими пользовался. Потом это было переиздание. Они там уже его дополнили, этот косяк. И вышло уже в хорошем переплете красивом. Это были первые, вторые такие тома. Но все равно даже... Я не знаю, с чем это связано. Но не знаю. То ли он покупательская способность низкого шашистов. То ли... Даже не знаю. Мы друг друга не можем поддержать. Вот сейчас шестой том вышел у Высоцкого. Например. И ему для того, чтобы эту книгу реализовать, требуется поддержка финансовая. То есть он эту книгу по подписке делает. То есть надо обратиться к Высоцкому, заказать эту книгу. И только после этого ее можно будет потом получить. То есть стоимость книги 500 рублей. Ну не знаю. Много это или 500 рублей. Но в принципе 500 рублей это вдвоем сходить в Макдональдс. Вдвоем. Даже на двоих не хватит. На одного. Деньги-то небольшие. Вот реально. Но у меня такое ощущение, что у нас такая... Не знаю. То ли платежеспособность невысокая у шашистов. То ли просто по какой-то причине все считают, что не нужно поддерживать авторов. Ребят, нужно. Нужно. Поддержите. Поддержите, чем можете. Реально. И будет вам счастье. Поддержать это. Купить книгу. Например, да. У Жени Кондраченко. Та же самая история. Человек выпускает книги. Вкладывается в полиграфию. Я не говорю только даже про интеллектуальный труд. Это вообще стоит... А, что, мы закончили турнир? Мы закончили этот турнир. Просто партию доигрываем уже. Ну, скорее всего, это ничья будет. Что-то тут завис мой соперник. Что он завис? Не знаю. Почему-то завис. Вот. Элементарно просто купить те вещи, которые нужно вам. Да даже если не нужно, если честно. Ну, купите просто. Пусть таким образом автор получит хоть немножечко денег. И отобьет те вливания, которые он делал. Это такой обычный человеческий респект. Ну, у нас ничья тут, видимо, так. Ну, что-то 3 на 3. Что здесь может быть еще? Ну, все только там. Соперник чудить не начнет. Здесь даже если чудить начнет. Или я чудить начну. Да, например, вылезу на поле Е5. Да, но в этом случае будут размены. Там придется мне думать о спасении. Потому что позиция не в мою пользу. Ну, давай доиграем уж раз мы тут. Так, кстати говоря, я вижу, да, что... 94 очка у Артема Агейкина. 91 очко у Ауэль. И... 77 на 3 месте Тимофей Проскулин. Но это пока как бы не окончательные итоги, да? Вот сейчас мы эту партию закончим. И, наверное, будут уже окончательные итоги. Что-то соперник немножко подзавис. Ну, у меня рейтинг 1900. Смотрите, какой красивый. Красивый рейтинг. Совсем немножко осталось. Сейчас мы тут... Кристер, насколько я помню, из Латвии тоже. Да, вот из Латвии у нас Кристер. Может, написано? А вот Кристер Лапинш. Кристер Лапинш. Известная, кстати говоря, шашечная фамилия Лапинш. Ну, был такой издатель. Вот как раз журнал «Шашки» издал Лапинш. Главный редактор был. Там была у них классная редакция, да? Там и Адамович был. И Суботин был. И, конечно же, легендарный Владимир Яковлевич Вигман был. Так, ну, ничего пора предлагать. Все четко расползлись мы по дамкам. Так, что, вернуться к турниру. Сейчас нам итоги выдаст. Сейчас мы их посмотрим, проанализируем. Так, на первом месте у нас Артем Агекин. Практически все партии 98% играл он Берсерком. Так, а, кстати говоря, Артем Агекин. Мне удалось победить. Так, в одной из партий, да? Так, он набрал... Сейчас посмотрим, здесь количество очков не указано. На втором месте... На втором месте Аумынь. Не знаем, кто. И на третьем месте Тимофей Проскурин. Так, я на тринадцатом месте. Тысяча девятьсот. Так, давайте посмотрим еще раз, кто у нас сколько очков набрал. Значит, так. Итак, Артем 94%. Аумынь 91%. Тимофей Проскурин 77%. Дальше на четвертом месте у нас Александр Крупко 69%. На пятом месте Никита Славянов 68%. Но Никита поздно подключился к турниру. Позднее намного, чем остальные ребята. И поэтому не смогу набрать больше. Да, Брэта. Это у нас... Интересно, кто это. Так, все еще посмотрим. Как же это? Янис. Просто Янис. Янис. Я несколько знаю Янисов из Латвии. Интересно, какой из них. Дальше Альтур Дармузаев. Восьмой у нас. Человек с ником Уновис. Тоже, по-моему, откуда-то. Да, из интересной стороны. Один из Беларуси. Девятая. Леди Ю. Это Юлия Макаренкова, по-моему. Грасьмейстер. Чемпионка мира. На всякий случай, если кто-то забыл. 2020 года. И на десятом. Серега 53. Сергей 53. Сергей 53. Сергей Куболов. Молодец. Ну и другие официальные лица. Сейчас я постараюсь ответить на те вопросы, которые у нас с вами появились. Мы сделаем, наверное, вот так. Меня также видно. Так, дорогие друзья, что у нас там интересного? Какие вопросы были? Что у нас хорошего было? Так. Эрик Буркевич пишет. Молодое поколение не имеет опыта изучения шашек из книг. Да, к сожалению, это, скажем так, это не плюс, не минус. Это просто особенность нашего времени. Приходит новое время и, соответственно, приходят новые какие-то решения. Это неплохо и нехорошо. Раз появились компьютеры, значит, соответственно, нужно использовать компьютеры. Единственное, что отличает, кардинально отличает, скажем так, грасмейстеров моего поколения и молодых ребят, уже молодых грасмейстеров или молодых мастеров, которым, скажем так, до 25 лет. Есть большое отличие. Вот заметьте, кстати говоря, что до сих пор в топе многие грасмейстеры, которым 40+. Ну, я уже рассуждал на тему того, что пик, скажем так, творческой активности шашенного грасмейстера, да и шахматного тоже, это, наверное, где-то с 27, ну, наверное, до 35 лет. Это вот прям пик активности. То есть, когда голова играет, голова соображает хорошо, она еще свежая, не забита какими-то там ненужностями еще. И плюс ко всему прочему, уже накоплен определенный опыт. То есть, вот это вот самый лучший возраст для того, чтобы раскрыться. Но до сих пор ребята 40+, занимают самые высокие места. То есть, за примерами далеко ходить не надо. Да, это я, например, могу сказать Андрей Вальюк, которому вообще-то уже 46 лет. Это, например, Дмитрий Львович Циннов, которому 40. Или, допустим, Гаврил Колесов, которому 41. Да и я тоже не молод и не юн, 45, да, и тоже вот иногда выстреливаю в оффлайн-турнирах. Не говоря же о том, что еще есть там Нарунас Нарвай, сейчас Юрий Борисович Королев, да, который вообще уже ксакалый практически, можно сказать. Почему они до сих пор на коне? У меня для этого тоже есть свое объяснение. Дело в том, что когда происходило становление нас как спортсменов, то есть, ну, начиная, допустим, грубо говоря, с 14, с 14, с 15 лет, мы начинали изучать книги. И все позиции мы, разумеется, тоже смотрели, смотрели головой, двигая руками. У нас не было в то время, разумеется, никаких компьютеров. И мы полностью могли довериться только своей голове. То есть, мы много-много раз проверяли варианты, которые изобретали в домашней лаборатории. Потом обкатывали их на турнирах. Иногда варианты, конечно, были с дырками, изредка, да, там, давали какие-то сбои. Но, тем не менее, мы полностью пропускали все эти варианты через себя. То есть, могли некоторые позиции анализировать, там, днями и даже неделями могли анализировать. В свое время, например, я играл много по переписке. И даже становился чемпионом России по переписке. То есть, допустим, топовые игросмейстеры не так часто играют по переписке. А я играл специально, лет с 13, для того, чтобы можно было именно в игре по переписке обкатывать свои какие-то схемы, которые я придумывал. Уже там с раннего детства, да, я изобретал, был изобретателем таким. Иногда было очень трудно себя заставить, например, дома сидишь, и трудно себя заставить усадить за доску и начать анализировать. Ну, вот, представьте, одному, да, как это, ребенку. Ну, это, как бы, немножко скучно бывает. Бывает, ну, надоедает. А когда ты играешь по переписке и получаешь эту позицию, ты волей-неволей обязан садиться за ее и проанализировать вдоль и поперек. То есть, просто брать позицию какую-то там, ну, гипотетическую, и сидеть, тратить на нее время, ну, как бы, думаешь, может, и не стоит это с вами. А вдруг она мне никогда в жизни не попадется, там, и так далее, и так далее. А когда она тебе уже попалась, эта позиция, то, конечно, ты садишься и анализируешь. Вот таким образом, кстати, я вспоминаю партию с Борисом Ильичем Виноградовым, с моим дорогим другом, который вот совсем не так давно ушел из жизни. И мы, Борис Виноградов, между прочим, был тоже чемпионом Советского Союза, еще по переписке. И мы с ним играли один из вариантов косяка, там, с жертвой шашки за белых, белые жертвуют шашку, но получают компенсацию определенную, позиционную. И мы с ним на эту партию потратили достаточно много времени, чуть ли не вот на целый год, да. Они иногда все-таки поменьше длятся, эти партии по переписке, а вот целый год. И я на ряд ходов потратил, вот целыми днями сидел и анализировал. Потом мы сыграли в ничью, я очень тяжелую позицию получил, жертва она была корректная, но все-таки при правильной игре приводила к очень плохой позиции. И он играл очень, ну, правильным способом, самым сильным. Я думал, что уже все, там, проиграю, но в итоге ничего нашел. Потом, кстати, проверял все это дело уже спустя несколько лет, проверял на компьютере, да. Значит, я все правильно анализировал, мы все правильно играли. И сам анализ, и сама партия стала, ну, наверное, основой вот этого варианта, жертвой шашки, косяки. И, кстати говоря, этот вариант я потом очень часто, например, скосякаю, очень часто использовал в реальной живой игре. И много партий выиграл, Блиц особенно, да, потому что разобраться с доской же невозможно. Вот, во всех расплетениях Бориса было время, у меня было время. Вот. И таким вот образом, возвращаясь, да, к теме, таким образом мы анализировали очень много вариантов. Все пропускали через себя, через свою голову, да, то есть, и именно таким образом, вот этот фундамент закладывался в правильный фундамент. Сейчас столько никто не анализирует. Даже я столько не анализирую, там, или там Михальченко, или Белошев, столько не анализируем мы, или Егоров. Уже все равно больше доверяем компьютеру. И компьютер для нас стал, как бы, такой истинной в последней инстанции, да. И настолько глубоко никто не погружается в анализ позиций. Ну, кто себе может сейчас позволить, допустим, там, одну позицию анализировать несколько дней головой. Ну, разумеется, ты включишь компьютер, и он тебе позволит эту позицию проанализировать, там, в несколько раз быстрее, там. Вместо нескольких, там, дней ты несколько часов всего потратишь. И причем ты получишь гарантированно классный результат. Потому что компьютер не ошибается, да. И вот это вот, ну, получается некоторая поверхностность все-таки. Ты не погружаешься полностью, ты больше доверяешь компьютеру. И вот молодое поколение ребят все-таки больше также доверяет компьютеру. Это вот немножко вот такая вот поверхностная, скажем так, поверхностный подход все-таки. Если вы хотите больших высот достичь в шашках, я рекомендую любую позицию. Прежде всего, анализировать головой. Максимально, ну, насколько у вас хватит времени и терпения, да. Анализируйте головой, вот просто максимум. Потом, только потратив на эту позицию несколько часов своего личного труда, своего интеллектуального включения, только после этого проверяйте свою работу на компьютере. Я думаю, что вот именно таким образом можно, ну, скажем так, добиться больших успехов. То есть, несмотря на талант, работать все равно же нужно. И именно вот такой подход, когда больше, больше доверяешь все-таки своей голове, ну, проверяешь на компьютере, дает наибольший эффект. Ну, да, бред, шашка на латышском языке, да, все верно. Так, вопрос, почему шашки не показывают по телевидению? Ну, я могу сказать так, Егор Дубинин, что... Как, что шашки не показывают? Как, допустим, сюжеты с каких-то турниров, ну, почему это показывают и не так редко, и шашистов приглашают не так уж, между прочим, редко на телевидение. То есть, я, например, вот в Ярославле у нас телевидение приходит, снимает шашистов. Я вот недавно смотрел сюжеты из Тула, смотрел сюжеты из Крыма. То есть, шашисты приходят. Для этого нужен инфоповод, разумеется. То есть, какое-то либо крупное мероприятие, либо успех шашиста, который приезжает к себе домой и про него снимает передачу. Вот, как, допустим, про Алену Михайловскую. Я с удовольствием посмотрел, мне очень понравилось, как она выступала на своем крымском телевидении. Шашистов приглашают не меньше и не реже, чем шахматистов. Это однозначно так. Если говорить о шашках как продукте, который был бы интересен телевидению, это, конечно, совсем другая история. Может быть, вы знаете, что на телеканале Матч был такой проект, по-моему, Ромагеддон он назывался, он про шахматы был, где шахматисты сидели и играли Блиц. И получился очень классный, интересный такой медийный продукт. Из шахмат сделали. Разумеется, из шашек можно сделать все то же самое. Даже более того, шашки, мне кажется, были бы понятнее, интереснее и получили бы, скажем так, большую зрительскую аудиторию, чем шахматы. С моей точки зрения. Потому что шашки просто понятнее. Да, красота шашек понятнее. Даже, например, сегодня мне удалось несколько комбинаций провести. Может, они были нехитрые такие, ничего в них особенного не было. Для меня, как гроссмейстера, как человека уже искушенного в шашках. Но для, допустим, обычных любителей, которые бы смотрели и видели эти комбинации, где там одну, вторую отдаешь, третью, дамки пропускаешь, потом что-нибудь берешь по кругу. Наверное, эти бы удары могли бы произвести впечатление. И хотя бы таким образом привлечь внимание обычных людей, которые к шашкам никакого отношения не имеют, к нашей игре. Для того, чтобы нам выходить на телевидение, нам нужно хотя бы самим иметь хоть что-то. И возвращаемся опять к вопросу, например, электронных досок. Вот если мы будем иметь электронные доски, тогда мы, разумеется, сможем транслировать турниры. То есть создавать интересный, привлекательный медийный продукт, который сможет привлечь зрителей. Ну, допустим, вот у меня, да, одновременно у нас смотрят, допустим, человек 30, допустим, вот этот стрим. Совсем немного, правда, это вообще ничто. Допустим, у Владимира Мегольца побольше, там человек 150 смотрят одновременно стрим, например. Но это тоже немного, совсем ничто. А с другой стороны, ну, вот, например, стримы шахматистов, ну, там топовых, ну, у них тоже могут быть там, ну, 5000 зрителей. Да, это больше, чем у нас. Но, скажем откровенно, это тоже не миллионы. Там киберспорт, например, больше, конечно, набирает зрителей. То есть, ну, для того, чтобы иметь зрителей, нужно иметь интересный, привлекательный, медийный продукт. Если он будет интересный, привлекательный, медийный продукт, тогда появятся и спонсоры, тогда появятся зрители, тогда появятся новые люди в нашем виде спорта. Ну, как без этого-то. Поэтому, если есть возможность, донатьте, пожалуйста. Мы собираем новые доски для наших, для того, чтобы сделать электронную доску для шашек. То есть, нам хотя бы нужны шахматные доски, которые мы заверем на запчасти, и постараемся понять принцип работы, и для того, чтобы изобрести свою уже шашенную электронную доску. Так, что еще хорошего? Ну, в принципе, я так смотрю, потихонечку, да, наверное, мы уже будем скоро заканчивать наш эфир. Дорогие друзья, если кто-то забыл поставить лайк, поставьте, не жмитесь, как говорится, подпишитесь на канал. Наша цель, ну, не коммунизм, наша цель тысячи подписчиков. Если будет тысяча подписчиков, соответственно, уже легче любой стрим делать, хоть с телефона, хоть с компьютера, абсолютно по-разному. Совсем скоро, через, я смотрю, уже через 10 минут начнется стрим с канала Владимира Мигальца «Все о шашках», турнир памяти Грингруза. То есть, заходите сейчас с нашего турнира, попейте чайку, отдохните, включайтесь и смотрите уже другой стрим, не менее интересный, я надеюсь. Там много гостей всяких почетных будет. Три часа сам турнир начнется. А, так вот, Александр Крупко подсказывает, да, значит, совсем недавно появились задачи на Лидрафт, которые Саша поставил. Сейчас, один момент, я сейчас задачи эти найду. Где они у нас? Так. Так, один момент. Так, игра, обучение, задачи. Заходим в раздел «Задачи». Так, ваш ход. Найдите лучший ход белых. Ого, ничего себе. Сразу, какую позицию у меня поставил сложную. Решена 106 раз. Да, обратите внимание, да, задача номер 30. Рейтинг, тут написано, решена 106 раз. Ваш рейтинг решения задач 2112. Ну, я не знаю, высокий он или низкий. Не знаю. То есть, допустим, я сижу, размышляю над задачей, над этой, и пишу какое-либо решение. Ну, допустим, вот я пока что-то тут решение задачи-то сразу-то и не вижу. Что это за решение какое может быть? Какая-то сложная, да, позиция. Давайте можем посмотреть решение. Если мы сразу сдаемся, мы сразу смотрим решение, например. Так, и что же он предлагает? Он предлагает bc7. Давайте посмотрим решение. Бой, ab8, ab8, d3. Ну, это сложная задача, да, где не только отдаются шашки, но еще делается куча этих тихих ходов. Да, бой, бой на f2. Так, а, и теперь получается, а, у тебя пошла уже красота, да, смотрите какая. Ну, то есть, чтобы до этой красоты добраться, нужно было такой перфорирующий удар, да, получается сюда, и на поле g7. Атя! Вот такая красота. Действительно, реально красивая позиция. Ну, для того, чтобы ее решить, ну, видите, я даже вот время не стал тратить, но чтобы мне ее решить, ну, мне пришлось потратить время. Но они все позиции разной степени сложности, на самом деле. Есть простые, есть непростые. Здесь посложнее. Так, так, здесь что такое? Да, тоже, кстати говоря, еще надо подумать, как эта позиция решается. Что-то мне сложно, и одни позиции-то попались. Ну, допустим, посмотреть решение, я сейчас, ну, чтобы ваше время не тратить, посмотрим, да, 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 и вот тут решение, пожалуйста, можно посмотреть. Де5, так, а, понял, вот такой еще ход важный. Фж5 нужно сделать, да, и 3, и там получается оппозиция, я так понимаю. Да, да, и 2 на 2 позиция, ну, так, ничего симпатичная, кстати, очень жизненная, я бы сказал, такая позиция, очень жизненная. Дальше что? Ага. Так, ну, здесь идея понятна, здесь тоже через тихие ходы, смотрите, вот, найдите лучший ход белых, давайте, я нахожу. Так, надо играть так, да, это лучшее. Теперь я играю тихий ход важный, да, и на этой уже здесь провожу комбинацию. У меня очень, ну, непростые позиции, а мне кажется, Саш, тебе нужно добавить каких-то, ну, попроще позиций там, ну, ну, не одно отдать, 2 съесть, конечно, ну, двухходовки, трехходовки. Возможно, и одни есть, и подбор позиций, возможно, зависит от квалификации, не знаю, решающего, возможно, я не исключаю. Ну, скажем так, для простых любителей эти позиции будут не под силу, конечно, решить, но позиции красивые, правда? Давайте посмотрим, что там еще интересного. Как одна дамка, можешь поймать две? Ну, как можешь поймать? Ой, это что такое? Ну, это уже что-то, я такие позиции не люблю, скажу честно, это из этой, как это называют, композиторы такие позиции любят. Да, мы шутим иногда, берут горсть шашек, черных, белых, вот так вот, бросают на доску, и как там получилось на доске, вот они так смотрят, они взяли провести комбинацию. Вот это из этой серии, да, тут ясно, что в практической игре такая позиция не получится, вот, поэтому я даже, я даже их, честно говоря, никогда не решаю такие позиции, я их сразу смотрю решение, вот, да, Е3, давайте посмотрим вместе это решение, к чему это приведет, побили, АБ6, побили, так, побили, 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 на Е5, дальше что получается, АЖ3, так, и что? АЖ3, так, ну, механизм интересный, скажу честно, механизм интересный, но начальная остановка просто страдает, да, бьем по кругу и потом выигрыш, вот, ну, в общем, в таком примерно, я так понимаю, все мы решаем. Ну, вот, ну, для меня, ну, вот, некоторые пайцы классные, ну, вот это вот не очень, да, из-за того, что она такая, так, момент, так, ну, давайте попробуем еще порешать. Ну, вообще, на самом деле классно, если вы не можете решить позицию, вот, как я, да, не мог решить несколько позиций, можно всегда посмотреть решение. Если вы решаете позицию, то, соответственно, есть, возникает такой рейтинг позиции, то есть, чем меньше позицию решили, тем рейтинг, видимо, у него выше, чем больше это появится решили, тем рейтинг ниже. Так, ну, здесь тоже очевидно, что позиция будет связана с тихим ходом, так, а если Де3 пойдет, то что, например? Неверное решение. А почему Де3, интересно, неверное? Мне вот кажется, Де3 тоже к победе ведет. Вот Де3, например, а что делать потом сопернику? Разве она же Ф4 не будет из-за удара ЦД4? Она на ход ЦБ6, я ЕД4 закрываюсь и там... А, там БЦ7 будет ход. То есть, там, да, возможно, так и есть. Смотрим решение очень, короче. Так, что здесь хорошего он пишет? А, сразу отдача. Ничего себе, вот это да. Вот это мощно. И что? На, опять бью, допустим, да? Давайте на, опять побили. Ну, большое спасибо, приятная музыка. Это в честь вас звучит, того, кто задонатил. Дальше, что Де3, ага, понятно. Да, такой, сразу удар ЦД4, кстати. Я думал, с тихого хода, ничего подобного. Здесь, опять же, да, идет тут перфорирующий удар. Вот такой вот, да. И выбиваем в итоге шажку. Замечательную шажку. АВА24, 300 рублей. Спасибо, дорогой АВА. Так, с победой. Следующую задачку. Давайте посмотрим, что там такого. О, это... Так, такая куча. Вот прям хочется каким-то образом, конечно, зафиксировать эту кучу, да? Ага, ага. О, это блестящая позиция. Ну, уж не АИПау, это позиция. Смотрите, как она решается. Это красиво. Здесь получает запирание. Куча шашек. Реально красивая позиция, да? Вот человек ставит дамку, и здесь мы начали отдавать. Ну, я просто знаю эту идею, да? Поэтому я, как бы, для меня она легко решается. Сюда. Опять же, знание идей, да? Смотрите, три дамки и три шашки черных заперут. По-моему, вообще. Это поэзия шашек, ребята. Тут красиво, тут я понимаю. Даже пусть немножко и неестественное расположение шашек, но финал-то, как говори, блестящий. Ну, это, пожалуйста, красота. Приятно, спасибо. Мне рейтинг еще прибавился. Плюс двадцать три. Вот так вот. Так. Киллер шашки. Его играет материальный перевес. Егор Дубинин. Похожая идея была... Похожая идея была же в этом... Как называется это? В стаклетках. Когда не фиксировали ничью, а фиксировали ничью с преимуществом. То есть там по какой-то хитрой системе, ну типа там двенадцатибальная система, да? То есть можно было восемь-четыре выиграть там типа. Или как-то вот как-то так. Допустим, ясно, что... Ну, допустим, в стаклетках дамка против там, допустим, двух дамок, да? Вот закончилась. Ясно, что это ничья. И даже дамка против трех дамок. Это тоже ничья. Ничья не теоретически. Эншпиль. Но соперникам давалось не по один-один, да? Вот как принято. А давалось в зависимости от перевеса. То есть, например, там получается, да, там восемь-четыре, например. Или там семь-пять. Или, например, там десять-два. В зависимости от перевеса. Поецей ничейная. Но дается разное количество очков за эту ничью. Однако это не прижилась система. Она, насколько известно, вот мне уже не применяется. И по понятной причине. То есть ты не будешь, ну скажем так, ну рисковать лишний раз. Потому что ты все равно знаешь, да, что партия закончится в ничью. Но у тебя позиция там дамк против двух. Битая ничья, конечно же. Но твой соперник получит там, допустим, семь, а ты пять очков. И, конечно, ты лишний раз не будешь рисковать. И в итоге это привело к тому, что игра приобрела другой немножко оттенок. Люди стали сушить игру. Люди боялись сделать какой-то рискованный ход. Потому что понимали, что если они рискнули, да, они сыграют в ничью. Но получат дамк против трех. И получат мало очков. Соперник много очков. И, ну, получилось... Эксперимент вот несколько лет жил. Но, по-моему, это неудачный был эксперимент. Неудачный эксперимент. И он завершился. Слава богу. Так. Ну, сейчас еще вот одну решим, да, позицию. Так. Мозг развивается во время разрешения и способности искать вариант. Не всегда кончентировать является основным. Вот именно, да. Именно что сам важен процесс. Именно важен процесс, Эрик. Я солидарен, что ты должен мозг загружать задачами. Да, ты можешь... Ну, как результат. Ты можешь потратить и убить много времени на разработку какого-то варианта, шлифа, да. И прийти через некоторое время к тому, что ход был некорректный. Что он проигрывает, например. Да. И ты думаешь так, ой, елки, я столько времени убил на этот шлифт. Я столько потратил там неделю там своего драгоценного времени. А вариант в итоге оказался, допустим, проигранный, да. Ну, это время не потрачено зря. Именно вот таким образом и развивается мозг, что он был загружен работать. Кстати, именно поэтому шашки рекомендованы людям уже, скажем, такого. Ну, пожилого возраста однозначно. Даже предпожилого возраста лучше заниматься шашками, как и любой другой интеллектуальной активности, чтобы загружать мозг. Но шашки имеют большое преимущество. Большое преимущество перед там решением кроссвордов, например. Потому что у нас есть, во-первых, эстетическая составляющая, да, вот комбинация. Это же класс. Это же поэзия. Это же просто развиваешь интеллект и плюс еще просто наслаждаешься поэзией и красотой шашек. И еще один плюс немаловажный. Это составляющая спортивная. То есть, во время партии ты еще и соревнуешься с соперником. И в случае победы ты получаешь моральное удовлетворение, как минимум. А то еще иногда и материальное можно, если турниры с призовым фондом. То есть, сразу много задач решают шашки. То есть, имеют большое преимущество перед многими другими интеллектуальными активностями. То есть, так, ну что у нас? Давайте посмотрим решение сразу этой позиции, да. Наверное, мы сейчас уже будем закругляться, потому что коллеги уже скоро запускаются. Так, что здесь получается? Ж4. Ага, вот он пошел. Б на Б2. Так, и что дальше? ФЖ3. А бьет на поле Е1. Дальше чем? Ж2. Так, бьем, 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 бьем. О, блин, красиво, реально. Так, стоп, куда я сюда играю? А, на А3. Да, на А3 вот это точно-точно сюда хотел. Да, и оппозиция. Очень красиво. Красиво. Да, я должен везде тут остановиться, присесть на пенел, как говорится. Побили, побили. И оппозиция в 12. Да, это, конечно, красиво. Реально очень красиво. Поэтому, кстати, большое спасибо Александру Крупкову за вот такой вот тренажер интеллектуальный, да, как позиция. Заходите на Лидравст, пробуйте решить позиции. Если получится, значит, вам респект и уважение. Если не получится решить или по какой-то причине, да, вот как я, просто посмотрите, посмотрите просто решение и тоже насладитесь. Ну, прекрасный тренажер. Я только, могу только посоветовать Александру побольше добавить простых позиций. Просто побольше. Одно даже ходовок, двух ходовок. Все-таки мы думаем, что Лидравст не только для профессионалов. Хотим, чтобы на Лидравст приходили, ну, обычные любители даже, там, я не знаю, вот человек едет, я вот как-то в метро в Москве был, да, еду, смотрю, чувак играет у себя что-то на телефоне. Так присмотрелся, может, так нельзя делать, не знаю, но я присмотрелся, смотрю, картинка такая знакомая, зеленая, как у меня, да. У него шахматы были, или честно. И он задачки решает. Ну, я так присмотрелся, там, двухходовок, даже которые я могу решить по шахматам, да, там, элементарные, там, что скажем. Ну, мне, допустим, как человеку неискушенному в шахматах, но шахматами знакомыми, там, все-таки был у меня четвертый спортивный разряд в 10 лет. Вот, задачки, там, ну, двухходовки мне под силу, например, да, там, а доходовки тем более. И, а мне сложнее не надо. Мне достаточно такие, чтобы размять мозг. И таких позиций по шашкам должно быть много. Вот, если их будет, таких позиций много, то, ну, мы привлечем просто обычных детей, да, например, которым не решить. Вот то, что мы сегодня смотрели, это, это уже высшая математика, если можно так сказать. Математика и начало анализа, да, это уже слишком сложно. Давайте простого начнем, с простой арифметики. Давайте начнем с 1 плюс 2, начнем, там, или с каких-то задач, там, про двух землекопов. Ну, я так условно же говорю, да, понятно, о чем речь. С простых совершенно вещей. Они тоже будут востребованы, 100%, даже, я думаю, что еще и больше они будут востребованы, чем вот эти сложные задачи. Саша, я думаю, это самое, ты намек понял, да? Ну, что, друзья, на этой замечательной ноте я хочу со всеми попрощаться. Следующий эфир у нас, я надеюсь, будет в декабре, да, то есть у нас два выходных мы пропустим, потому что ближайшие выходные у нас будет Кубок России, на котором я, как организатор, разумеется, буду присутствовать, и у меня не будет возможности выйти в эфир. Следующий турнир у нас будет, потом будет турнир памяти Варова, Владимир Васильевич, это 29 ноября. Следующий, поза следующего, к себе, тоже не смогу присутствовать, надо всегда все под контролем держать. А потом, в принципе, наверное, в декабре я смогу, вот на это будем рассчитывать, будем надеяться. Если у нас все получится, мы также организуем прямой эфир с Кубка России, с командного чемпионата России, с российской турнир памяти Варова. Надеюсь, мы с Ваней Лопухиным и с коллегами справимся с задачей с этой, и тогда вы сможете посмотреть эфиры. Ну что, друзья, всем до свидания, всем счастья, здоровья, новых успехов, самое главное, не болейте. И увидимся с вами на черно-белых диагонали. Пока!